Продолжение следует... Продолжение следует... Я рад сейчас представить нашего гостя на пленарном заседании президента Российской Федерации Владимира Владимировича Путина. Продолжение следует... 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 А, как мы сейчас видим, плюс к этому ещё и уничтожение общеевропейских газопроводов. Это вообще запредельная вещь, но, тем не менее, мы являемся свидетелями этих печальных событий. Власть над миром – это как раз то, что этот так называемый Запад поставил на кон в своей игре. Но игра эта, безусловно, опасная, кровавая и, я бы сказал, грязная. Она отрицает суверенитет стран и народов, их самобытность и уникальность, не ставит ни во что интересы других государств. Во всем случае, если прямо не говорится об отрицании, но на практике именно это и проводится в жизни. Никто, кроме тех, кто формулирует эти самые правила, о которых я сказал, не имеет права на самобытное развитие. Все остальные должны быть причесаны под эти самые правила. В этой связи напомню о предложениях России западным партнёрам по укреплению доверия и выстраиванию системы коллективной безопасности. В декабре прошлого года их в очередной раз просто отшвырнули в сторону. Но в современном мире отсидеться вряд ли получится. Посеявший ветер, как говорится, пожнёт бурю. Кризис действительно приобрёл глобальный характер. Он затрагивает всех. Тут не надо питать никаких иллюзий. Перед человечеством сейчас, по сути, два пути. Или дальше накапливать груз проблем, которые неизбежно всех нас раздавят. Или всё же вместе попытаться найти решения, пусть и не идеальные, но работающие, способные сделать наш мир более стабильным и более безопасным. Вы знаете, я всегда верил и верю в эту силу здравого смысла, потому убеждён рано или поздно и новым центром многополярного мирового устройства, и Западу придётся начать равноправный разговор об общем для нас будущем. И чем раньше, тем лучше, разумеется. И в этой связи обозначу некоторые крайне важные для всех нас акценты. Сегодняшние события отодвинули на второй план экологические проблемы. Как ни странно, но хотел бы начать именно с этого. Вопросы климатических изменений перестали быть в первых строчках повестки дня. Но эти фундаментальные вызовы, они ведь никуда не исчезли, никуда не делись. Они только нарастают. Одно из опаснейших последствий нарушения экологического баланса – это сокращение биоразнообразия в природе. И вот сейчас перехожу к основной теме, ради которой мы все и собрались. Но разве менее важно другое разнообразие – культурное, социальное, политическое, цивилизационное. Вместе с тем, упрощение, стирание всех и всяких различий стали чуть ли не сущностью современного Запада. Что стоит за таким упрощением? Прежде всего, это исчезновение творческого потенциала самого Запада и стремление сдержать, блокировать свободное развитие других цивилизаций. Есть здесь и прямой меркантильный, конечно, интерес, навязывая свои ценности потребительские стереотипы, унифицирование наши оппоненты, так аккуратненько их назову, и пытаются расширить рынки сбыта для своей продукции. Всё очень в конечном итоге на этом треке примитивно. А не случайно Запад утверждает, что именно его культура и мировоззрение должны быть универсальными. Если это прямо и не говорится, хотя и прямо тоже говорят частенько, если прямо не говорят, именно так себя и ведут. И настаивают на том, по сути, по факту жизни, своей политикой настаивают на том, чтобы именно эти ценности были безоговорочно приняты всеми остальными участниками международного общения. Приведу цитату из знаменитой гарвардской речи Александра Александровича Солженицына. Ещё в 1978 году он отмечал, что для Запада характерно, дальше цитата, «длящееся ослепление превосходства». Вот это всё и происходит до сих пор. Которая, и дальше цитата, «поддерживает представление, что всем обширным областям на нашей планете следует развиваться и доразвиться до нынешних западных систем». 1978 год. Да ничего не поменялось. За прошедшие почти полвека это ослепление, о котором говорил Солженицын, откровенно, расистское и неоколониальное по своему характеру, приобрело уже просто уродливые формы, особенно после того, как возник так называемый однополярный мир. Что хочу на это сказать? Уверенность в своей непогрешимости – это очень опасное состояние. От неё один шаг до желания самих непогрешимых – просто уничтожить тех, кто им не нравится. Как они говорят, отменить. Давайте вдумаемся хотя бы в значение этого слова. Даже в самый разгар холодной войны, на пике противостояния систем, идеологии и военного соперничества, никому даже и в голову не приходило отрицать само существование культуры, искусства, науки других народов, своих оппонентов. В голову даже никому не приходило. Да, вводились определённые ограничения на образовательные, научные, культурные и, к сожалению, на спортивные связи. Но, тем не менее, и у советских, и у американских руководителей того времени хватало понимания, что к гуманитарной сфере нужно относиться деликатно, изучая и уважая соперника, подчас кое-что и заимствуя у него, чтобы сохранить хотя бы на будущее основу для здравых, плодотворных отношений. А сейчас что происходит? До сжигания книг в своё время дошли нацисты, а теперь до запретов Достоевского и Чайковского скатились западные родители либерализма и прогресса. Так называемая культура отмены, а на самом деле, мы уже об этом много раз говорили, настоящая отмена культуры выкашивает всё живое и творческое. Не даёт развиваться свободной мысли ни в одной из областей, ни в экономике, ни в политике, ни в культуре. Сама либеральная идеология сегодня изменилась до неузнаваемости. Если изначально классический либерализм понимал свободу каждого человека, как свободу говорить, что хочешь делать, что хочешь, то уже в XX веке либералы стали заявлять о том, что у так называемого открытого общества есть враги. Оказывается, у открытого общества есть враги, и свобода таких врагов может и должна быть ограничена, а то и отменена. Теперь же и вовсе дошли до абсурда, когда любая альтернативная точка зрения объявляется подрывной пропагандой и угрозой демократии. Вот чего из России не исходит, это всё происки Кремля. Но на себя-то посмотрите. Неужели мы такие всемогущие? Любая критика в адрес наших оппонентов, любая, воспринимается как происки Кремля, рука Кремля. Но это бред какой-то. Да чего скатились-то? Но хоть мозгами-то пошевелите, как-то поинтереснее что-нибудь изложите, свою точку зрения изложите как-то концептуально. Нельзя же всё сваливать на козни Кремля. Всё это ещё в XIX веке пророчески предсказал Фёдор Михайлович Достоевский. Один из персонажей его романа «Бьесы», нигилист Шагалёв, так описал выдуманное им светлое будущее. Цитата. «Выходя из безграничной свободы, я заключаю безграничным деспотизмом». Вот к этому, кстати говоря, и пришли наши западные оппоненты. Ему вторит и другое действующее лицо романа Пётр Верховенский. Утверждая, что необходимо повсеместное предательство, доносительство, шпионство, что общество не нуждается в талантах и высших способностях. И дальше «Цоцирону отрезывается язык, Копернику выкалывают глаза, Шекспир побивается каменями». Ну вот к этому и приходят наши западные оппоненты. Что это, как несовременная западная культура отмены? Вот великие были мыслители, и я благодарен, скажу по-честному, моим помощникам, которые нашли эти цитаты. Что можно на это сказать? История расставит безумную культуру от тех, кто сегодня почему-то решил, что вправе этой мировой культурой распоряжаться по своему усмотрению. Само мнение у таких деятелей, что называется, зашкаливает. Вот только имён их через несколько лет никто даже и не вспомнит. А Достоевский будет жить, и Чайковский, и Пушкин, как бы кому этого не хотелось. Именно на унификации, на финансовом и технологическом монополизме, на стирании всех и всяческих различий строилась и западная модель глобализации. Нео-колониальные по своей сути. Задача была понятная – укрепить безоговорочное доминирование Запада в мировой экономике и политике. А для этого поставить себе на службу природные и финансовые ресурсы, интеллектуальные, кадровые и экономические возможности всей планеты. Сделать это под соусом так называемой новой глобальной взаимозависимости. Здесь хотел бы вспомнить ещё одного русского философа Александра Александровича Зиновьева, столетия которого, столетия со дня рождения которого мы будем отмечать буквально на днях, 29 октября. Ещё более 20 лет назад он говорил, что для выживания западной цивилизации на достигнутом ею уровне необходимо вся планета как среда существования, необходимы все ресурсы человечества. Они на это и претендуют. Так и есть. Всё так и есть. Причём в этой системе Запад изначально заложил в себе огромную фору, так как сам разрабатывал её принципы и механизмы, как сейчас вот эти самые принципы, о которых постоянно твердят и которые являются непонятной дырой чёрной. Что это такое, никто не знает. Но как только выгоду из глобализации стали извлекать не западные страны, а другие государства, и прежде всего речь идёт, конечно, о крупных государствах Азии, Запад сразу же поменял или вовсе отменил многие правила. И о священных, так называемых, священных принципах свободы торговли, экономической открытости, равноправной конкуренции, даже о праве собственности вдруг сразу забыли напрочь. Как стало выгодно что-то для себя, так сразу на ходу, по ходу игры меняют правила. Или другой пример подмены понятий и смыслов. Западные идеологи и политики много лет говорили и твердили всему миру, демократии нет альтернативы. Правда, речь они вели именно о западной, либеральной так называемой модели демократии. Всё остальное, все остальные варианты и формы народовластия, они с презрением, и хочу это подчеркнуть, через губу, высокомерно отвергали. Такая манера сложилась уже давно, ещё с колониальных времён. Всех считают людьми второго сорта, а себя исключительными. Так и продолжается столетиями до сих пор. Но вот сегодня абсолютное большинство мирового сообщества как раз и требует демократии в международных делах. Не принимает любые формы авторитарного диктата отдельных стран или групп государств. Что это как не прямое применение принципов народовластия на уровне международных отношений? И какова же позиция «цивилизованного» в кавычках Запада? Если вы демократы, то, казалось бы, должны приветствовать такое естественное стремление к свободе миллиардов людей. Но нет. Запад называет его подрывом либерального порядка, основанного на правилах тех же самых. Пускай вот экономические и торговые войны, санкции, бойкоты, цветные революции готовят и проводят разного рода перевороты. Вот один из них привёл к трагическим последствиям на Украине в 2014 году. Придержали же, даже сказали, сколько денег истратили на этот переворот. Вообще охамели просто. Не стесняются ничего. Взяли вот Сулеймани, убили иранского генерала. Можно как угодно относиться было к Сулеймани. Ну, как угодно. Но это официальное лицо другого государства. Убили на территории третьей страны. И сказали, да, мы убили. Что это такое вообще? Мы где живём? Вашингтон по привычке продолжает называть в нынешнем мире порядок по-американски либеральным. Но на самом деле с каждым днём этот пресловутый порядок умножает хаос и, добавлю, становится всё более нетерпимым даже по отношению к самим западным странам, к их попыткам проявить любую самостоятельность. Всё подавляется на корню прямо и вводят ещё санкции против своих собственных союзников без всякого стеснения. А те совсем соглашаются, низко опуская голову. Ну, например, июльские предложения венгерских парламентариев закрепить в договоре о Евросоюзе приверженность европейским христианским ценностям и культуре были восприняты даже не как фронта, а как прямая враждебная диверсия. Это что такое? Ну, как это понимать? Ну, да, кому-то это может нравиться, кому-то не нравится. У нас в России за тысячу лет сложилась уникальная культура взаимодействия между всеми мировыми религиями. Не надо ничего отменять. Ни христианские ценности, ни исламские, ни иудейские ценности. Другие мировые религии у нас присутствуют. Надо просто с уважением относиться друг к другу. У нас в целом ряде регионов страны, я просто знаю это, не понаслышке, люди ходят и вместе отмечают и христианские праздники, и исламские, и буддистские, и иудейские, и делают это с удовольствием, поздравляя друг друга и радуясь друг за другом. А здесь нет. Почему нет? Ну, хотя бы пообсуждали. Да удивительно всё. Всё это без преувеличения даже не системной, а доктринальный кризис неолиберальной модели мироустройства по-американски. У них нет идей созидания позитивного развития. Им просто нечего предложить миру, кроме сохранения своего доминирования. Убеждён, настоящая демократия в многополярном мире прежде всего предполагает возможность любого народа, хочу это подчеркнуть, любого общества, любой цивилизации выбирать свой собственный путь, собственную социально-политическую систему. Если такое право есть у США, у стран Евросоюза, то оно, безусловно, есть и у стран Азии, у исламских государств, монархии Персидского залива, государств других континентов. Есть оно, конечно, и у нашей страны, у России, и никто никогда не сможет диктовать нашему народу, какое общество и на каких принципах мы должны строить. Прямая угроза для политической, экономической, идеологической монополии Запада в том, что в мире могут возникнуть альтернативные общественные модели, более эффективные, хочу это подчеркнуть, более эффективные в сегодняшнем дне, яркие, привлекательные, чем те, что есть. Но такие модели обязательно будут развиваться. Это неизбежно. Все должны, кстати говоря, американские политологи, специалисты, они же пишут об этом прямо. Правда, их власть передержащие не очень-то слушают, хотя не могут не видеть эти идеи, которые высказываются на страницах политологических журналов и в дискуссиях. Необходимо развивать, развитие должно идти именно в диалоге цивилизации, с опорой на духовно-нравственные ценности. Да, и у разных цивилизаций разное понимание человека, его природы, оно только, честно, на поверхности только разное. Но все признают высшее достоинство и духовную сущность человека. И это чрезвычайно важный общий фундамент, на котором мы, безусловно, можем строить и должны строить свое будущее. Что я здесь хочу особо подчеркнуть? Традиционные ценности – это не какой-то фиксированный свод постулатов, которых надлежит придерживаться всем. Конечно же, нет. Их отличие от так называемых неолиберальных ценностей в том, что в каждом случае они неповторимы, потому что вытекают из традиции конкретного общества, его культуры и исторического опыта. Поэтому традиционные ценности нельзя никому навязать. Их необходимо просто уважать, бережно относиться к тому, что выбрал веками каждый народ. Выбирал веками каждый народ. Таково наше понимание традиционных ценностей. И этот подход разделяет и принимает большинство человечества. Это закономерно. Ведь именно традиционные общества Востока, Латинской Америки, Африки, Евразии составляют основу мировой цивилизации. Уважение к особенностям народов и цивилизаций в интересах каждого. На самом деле, это в интересах и так называемого Запада. Теряя превосходство, он быстро превращается в меньшинство на мировой арене. И, безусловно, право этого западного меньшинства на собственное культурное своеобразие, безусловно, хочу это подчеркнуть, должно быть обеспечено. Относиться нужно к этому, безусловно, с уважением. Но, подчеркну, наравне с правами всех остальных. Если западные элиты полагают, что смогут внедрить в сознание своих людей, своих обществ странноватые, на мой взгляд, новомодные тенденции вроде десятков гендеров и гей-парадов, так тому и бы и допускать делают, что хотят. Но на что они точно не имеют права, так это требовать от других следовать в том же направлении. Мы видим, что в западных странах идут сложные демократические, политические, социальные процессы. Безусловно, это их внутреннее дело. Россия в эти вопросы не вмешивается и не собирается этого делать. В отличие от Запада мы в чужой двор не лезем, но мы рассчитываем, что прагматизм восторжествует. И диалог России с подлинным, традиционным Западом, как и с другими равноправными центрами развития, станет важным вкладом в строительство многополярного миропорядка. Добавлю, что многополярность – это реальный, а по сути единственный шанс для той же Европы восстановить свою политическую и экономическую субъектность. Ну, чего греха таить? Мы же все понимаем и говорят в той же Европе об этом прямо. Сегодня это правосубъектность Европы, как бы сказать помягче, чтобы никого не обидеть, сильно ограничено. Мир по своей природе многообразен, и попытки Запада загнать всех под один шаблон объективно обречены. Ничего из этого не выйдет. Самодельное стремление к мировому лидерству, а по сути к диктату или к сохранению лидерства посредством диктата, на самом деле оборачивается снижением международного авторитета и лидеров Западного мира, в том числе и Соединённых Штатов, ростом недоверия к их договороспособности в целом. Сегодня одно говорят, завтра другое. Документы подписывают, завтра от них отказываются. Ну, что хотят, то и делают. Ну, где, какой-то стабильности нет вообще, ни в чём. Как документы подписывать, о чём говорить, на что можно надеяться, совершенно непонятно. Если раньше с той же Америкой позволяли себе спорить лишь немногие страны, и это выглядело чуть ли не как сенсацией, то теперь уже обыденность, когда самые разные государства отказывают Вашингтону в его безосновательных требованиях, несмотря на то, что он по-прежнему пытается надавить на всех. Ошибочная политика абсолютно. Ну, в никуда просто. Ну, пускай это тоже их выбор. Убеждён, народы и мира не станут закрывать глаза на политику принуждения, которое дискредитировало себя. И всякий раз за попытки сохранить свою гегемонию Западу придётся платить и платить всё большую и большую цену. На месте этих элит Запада серьёзно задумывался бы над такой перспективой, так же, как над этим задумываются, как я уже говорил, некоторые политологи, да и политики в самих Соединённых Штатах. А в нынешних условиях жёсткого конфликта, скажу прямо некоторые вещи, Россия, будучи самостоятельной, самобытной цивилизацией, никогда не считала и не считает себя врагом Запада. Американофобия, англофобия, франкофобия, германофобия – это такие же формы расизма, как русофобия и антисемитизм. Впрочем, как и любые проявления ксенофобии. Просто нужно чётко понимать, что есть, как я уже говорил перед этим, два Запада, как минимум два, а может и больше, но как минимум два. Запад традиционных, прежде всего, христианских ценностей, свободы, патриотизма, богатейшая культура, но теперь уже и исламских ценностей, тоже значительная часть населения многих стран Запада исповедует ислам. Но этот Запад нам в чём-то близок. У нас во многом общие, ещё античные корни даже. Но есть и другой Запад, агрессивный, космополитичный, неоколониальный, выступающий как орудие неолиберальных элит. Именно с диктатом этого Запада Россия, конечно же, никогда не смирится. В 2000 году, после избрания президентом, всегда с чем столкнулся, я всегда буду об этом помнить. Помнить о том, какую цену мы заплатили за то, чтобы уничтожить террористическое гнездо на Северном Кавказе, которое Запад тогда практически открыто поддерживал. Здесь все взрослые люди, большинство из вас, присутствующих в этом зале, понимают, о чём я говорю. Мы же знаем, что именно так оно и было на практике. Финансовая, политическая, информационная поддержка – ничего. Все мы это пережили. Больше того, не только активно поддерживал террористов на территории России, но и во многом взрастил эту угрозу. Мы знаем это. И тем не менее, после стабилизации ситуации, когда основные банды террористов были разгромлены, в том числе и благодаря мужеству чеченского народа, нами было принято решение не оборачиваться назад, не строить из себя обиженных, идти вперёд, строить отношения, даже с теми, кто фактически работал против нас. Налаживать и развивать отношения со всеми, кто этого хочет, на базе взаимной выгоды и уважения друг к другу. Думалось, это в общих интересах. Россия, слава Богу, пережила все трудности того времени. Выстояла, укрепилась, с внутренним и внешним терроризмом справилась, экономика сохранилась, начала развиваться, обороноспособность начала повышаться. Мы пытались выстроить отношения и с ведущими странами Запада, и с НАТО. Посыл был один – давайте перестанем быть врагами, давайте жить дружно, давайте вести диалог, укреплять доверие, а значит и мир. Мы были абсолютно искренними, хочу это подчеркнуть. Отчётливо понимали всю сложность подобного сближения, но шли на это. И что же мы получили в ответ? Получили, коротко говоря, по всем практически основным направлениям возможного сотрудничества – нет. Получили постоянно растущее давление на нас и создание очагов напряжённости у наших границ. И цель, с позволения спросить этого давления – это какая? Ну какая? Потренироваться так просто, что ли? Ну, конечно же, нет. Цель – сделать Россию более уязвимой. Цель – превратить Россию в инструмент для достижения своих собственных геополитических целей. Собственно говоря, это универсальное правило. Всех стараются превратить в инструмент для того, чтобы использовать инструменты эти для своих целей. А те, кто не подчиняется этому давлению, не хочет быть таким инструментом, против них вводятся санкции, против них или в отношении них проводятся всякого рода экономические ограничения, перевороты готовятся или там, где возможно проводятся и так далее. А в конечном итоге, если вообще не удаётся ничего сделать, цель одна – уничтожить, смахнуть с политической карты. Ну, не получилось и не получится никогда в отношении России развернуть и реализовать такой сценарий. Что хотел бы ещё добавить? Россия не бросает вызов элитам Запада. Россия просто отстаивает своё право на существование и свободное развитие. При этом мы сами не собираемся становиться новым каким-то гегемоном. Россия не предлагает заменить однополярность двуполярностью, трёхполярностью и так далее. Доминирование Запада доминированием Востока, Севера или Юга – это неизбежно привело бы к новому тупику. И хочу здесь привести слова великого русского философа Николая Яковлевича Данилевского, который считал, что прогресс состоит не в том, чтобы идти всем в одном направлении, как нас подталкивают наши оппоненты. В таком случае прогресс скоро бы прекратился, говорит Данилевский, а в том, чтобы исходить всё поле, составляющее поприще исторической деятельности человечества во всех направлениях. И он добавляет, что ни одна цивилизация не может гордиться тем, чтобы она представляла высшую точку развития. Убеждён, диктатуре можно противопоставить только свободу развития стран и народов. Деградация личности – любовь к человеку, как к творцу, примитивному упрощению и запретам цветущую сложность культур и традиций. Смысл сегодняшнего исторического момента как раз и состоит в том, что перед всеми цивилизациями, государствами и их интеграционными объединениями действительно открываются возможности для своего демократического оригинального пути развития. И прежде всего мы считаем, что новый миропорядок должен основываться на законе и праве, быть свободным, самобытным и справедливым. Так более справедливыми и открытыми должны стать мировая экономика и торговля. Россия считает неизбежным процесс формирования новых международных финансовых платформ, в том числе для целей международных расчётов. Такие платформы должны находиться вне национальных юрисдикций, быть безопасными, деполитизированными, автоматизированными и не зависеть от какого-либо единого центра управления. Возможно это сделать или нет? Конечно, да, потребует немало усилий, объединения усилий многих стран. Но сделать это можно. Это исключит возможность злоупотребления в сфере новой глобальной финансовой инфраструктуры. Позволит эффективно, выгодно и безопасно обходиться при международных сделках без доллара и других так называемых резервных валют. Тем более, что используя доллар как оружие, Соединённые Штаты и Запад в целом дискредитировал Институт международных финансовых резервов. Сначала их обесценил за счёт инфляции в зоне доллар и евро, а потом и вовсе ЦАП-ЦАРАП прикарманил наши золотовалютные резервы. Переход к расчётам в национальных валютах будет активно набирать обороты, неизбежно. Это, конечно, зависит от уровня состояния эмитентов этих валют, состояния их экономик, но они будут укрепляться. И такие расчёты, безусловно, постепенно станут доминировать. Такова логика суверенной экономической и финансовой политики многополярного мира. Далее. Сегодня новые центры мирового развития уже обладают уникальными технологиями и научными разработками в самых разных областях. И по многим направлениям могут успешно конкурировать с западными транснациональными компаниями. Очевидно, что у нас есть общая, вполне прагматичная заинтересованность в честном и открытом научно-технологическом обмене. Вместе каждый выиграет больше, чем по отдельности. Пользу должно получать большинство, а не отдельные сверхбогатые корпорации. А как обстоит дело сегодня? Если Запад продаёт другим странам лекарства или семена продовольственных культур, то приказывают убить национальную фармацевтику и селекцию. По сути, ведь на практике всё сводится к этому. Поставляет станки и оборудование – губит местное машиностроение. Знаете, стоит только, вот я ещё, будучи представителем правительства, это понял, стоит только рынок открыть для определённой товарной группы. Всё, местный производитель лёг, и уже почти невозможно поднять голову. Выстраивают так отношения. Таким образом, происходит захват рынков и ресурсов. Страны лишаются своего технологического научного потенциала. Это не прогресс, а закабаление, сведение экономик до примитивного уровня. Технологическое развитие должно не усиливать мировое неравенство, а сокращать его. Именно так традиционно реализует свою внешнюю технологическую политику Россия. Ну, например, строя в других государствах атомные электростанции, мы одновременно создаём там центры компетенций, готовим национальные кадры. Мы отрасли создаём. Мы не строим просто предприятия, а создаём целую отрасль. По сути, даём другим странам возможность совершить реальный прорыв в своём научно-технологическом развитии, сократить неравенство, вывести свою энергетику на новый уровень эффективности и экологичности. Вновь подчеркну, суверенитет, самобытное развитие ни в коем случае не означают изоляцию авторки, а наоборот предполагают активное взаимодействие и взаимовыгодное сотрудничество на справедливых и равноправных принципах. Если либеральная глобализация – это обезличивание, навязывание всему миру западной модели, то интеграция, напротив, раскрытие потенциала каждой цивилизации в интересах целого ради общего выигрыша. Если глобализм – это диктат, к этому всё сводится в конечном итоге, то интеграция – это совместная выработка общих стратегий, выгодных всем. В этой связи Россия считает важным активнее запускать механизмы создания больших пространств, построенных на взаимодействии стран-соседей, чья экономика, социальная система, ресурсная база, инфраструктура дополняют друг друга. Такие большие пространства, по сути, и есть основа многополярного мироустройства, экономическая основа. Из их диалога и рождается подлинное единство человечества, гораздо более сложное, самобытное и многомерное, чем в упрощённых представлениях западных идеологов, ну, некоторых западных идеологов. Единство человечества не строится по команде «делай как я», «будь как я». Оно формируется с учётом и на основе мнения всех, с бережным отношением к идентичности каждого общества и народа. Именно на таком принципе может развиваться долгосрочное взаимодействие в многополярном мире. В этой связи, возможно, стоит подумать и о том, чтобы структура организации объединённых наций, в том числе её Совета безопасности, в большей степени отражала именно многообразие мировых регионов. Ведь от Азии, Африки, Латинской Америки в мире завтрашнего дня будет зависеть намного больше, чем принято считать сегодня. И такой рост их влияния, безусловно, позитивен. Напомню, что западная цивилизация не является единственной даже на нашем общем евразийском пространстве. Более того, большинство населения сосредоточено именно на востоке Евразии, там, где возникли очаги древнейших цивилизаций человечества. Ценность и значение Евразии в том, что этот материк представляет собой самодостаточный комплекс, обладающий гигантскими ресурсами любого рода и огромными возможностями. И чем усерднее мы работаем над повышением связанности Евразии, созданием новых путей, форм сотрудничества, тем более впечатляющих успехов будем добиваться. Успешная деятельность Евразийского экономического союза, быстрый рост авторитета и влияния шанхайской организации сотрудничества, масштабные инициативы в рамках одного пояса, одного пути, планы многостороннего сотрудничества по реализации транспортных коридоров севера и юга, другие и многие другие проекты в этой части мира. Я уверен, это начало новой эры, нового этапа в развитии Евразии. Интеграционные проекты здесь не противоречат, а взаимно дополняют друг друга. Конечно, если они осуществляются странами-соседними в собственных интересах, а не внедряются внешними силами, чтобы расколоть евразийское пространство, превратить его в зону блокового противостояния. Естественной частью большой Евразии могла бы быть и её западная оконечность – Европа, но многим её лидерам мешает убеждённость, что европейцы лучше других, что им не пристало участвовать в каких-то начинаниях на равных с остальными. За таким высокомерием они как-то и не замечают, что сами стали уже в чужой периферии и превратились, по сути, в вассалов. Уважаемые коллеги, развал Советского Союза разрушил и равновесие геополитических сил. Запад почувствовал себя победителем и провозгласил однополярное мировое устройство, в котором только его воля, его культура, его интересы имели право на существование. Теперь этот исторический период безраздельного доминирования Запада в мировых делах завершается, уходит в прошлое однополярный мир. Мы стоим на историческом рубеже. Впереди, наверное, самое опасное, непредсказуемое и вместе с тем важное десятилетие со времён окончания Второй мировой войны. Запад не способен единолично управлять человечеством, но отчаянно пытается это делать, а большинство народов мира уже не хочет с этим мириться. Вот в этом и есть главные противоречия новой эпохи. Говоря словами классика, ситуация в известной степени революционная. Верхи не могут, они за них хотят так же жить, если говорить словами классика. Такое положение вещей чревато глобальными конфликтами или целой цепью конфликтов, что представляет собой угрозу для человечества, в том числе и для самого Запада. Конструктивно, созидательно разрешить такое противоречие – вот главная сегодняшняя историческая задача. Смена вех – процесс болезненный, но естественный и неизбежный. Будущее мировое устройство формируется на наших глазах, и в этом мировом устройстве мы должны выслужить всех, принять во внимание каждую точку зрения, каждый народ, общество, культуру, каждую систему мировоззрений, идей и религиозных представлений, не навязывая никому единой истины. И только на этом основании, понимая свою ответственность за судьбу, судьбу народов, планеты, строить симфонию человеческой цивилизации, Вот на этом бы и хотел закончить, со словами благодарности за то терпение, которое вы проявили, выслушивая моё сообщение. Спасибо вам большое. Спасибо большое, Владимир Владимирович, за столь всеохватный текст, речи. Не могу спонтанно не уцепиться за ваш финал, раз уж вы вспомнили проявляционную ситуацию, верхи и низы, но те, кто чуть постарше, все это в школе учили, естественно. А вы сами себя с кем больше ассоциируете, с верхами или с низами? С низами, конечно. Я же снизу. Мама у меня была, как вы знаете, много раз об этом говорил. Семья рабочая. Отец рабочий, мастером работал в последнее время, техникум закончил. У мамы не было образования даже среднего, она просто была рабочей. И нянечкой работала в больнице, и кем только не работала, и дворником работала, и сторожем ночным. Не хотела меня оставлять в детском саду, там, в яслях. Вот. Поэтому, конечно, я всегда очень тонко чувствую, слава Богу, до последнего времени это было и есть. Надеюсь, сохранится очень тонко чувствую пульс того, чем живёт рядовой человек. То есть на мировом уровне вы на стороне тех, кто не хочет? На мировом уровне, конечно, это входит в круг моих обязанностей, смотреть, что происходит на мировом уровне. Я за то, о чём только что сказал, за демократические отношения с учётом интересов всех участников международного общения, а не только интересов так называемого «золотого миллиарда». Понятно. Мы с вами встречались ровно год назад. Тогда атмосфера и обстановка международная были вполне уже напряжённые. Но, конечно, когда мы смотрим на тот октябрь из этого, кажется, что там просто идиллия была. Очень много изменилось за год, буквально мир перевернулся, как некоторые говорят. Вот для вас лично что изменилось за этот год внутри, я не знаю, в вашем восприятии мира, страны? То, что происходило в последнее и происходит сейчас, в том числе, скажем, на том же украинском направлении, это не изменения, которые происходят вот сейчас или после начала специальной военной операции России. Нет. Все эти изменения, они идут в течение многих лет уже давно. Просто на это так или иначе кто-то обращает внимание, а кто-то нет. Но это тектонические изменения всего миропорядка. Вы знаете, вот эти тектонические плиты, они же постоянно находятся в движении, где-то в коре земной. Когда, как специалисты говорят, двигаются, двигаются, всё спокойно и тихо. Но изменения всё равно происходят. Вот потом раз, зацепились, энергия накапливается, накапливается, потом пум, сдвинулись. Происходят землетрясения. Вот накопление этой энергии и потом её всплеск такой привели вот к тем событиям, которые происходят. Но они происходили раньше. Ведь в чём суть этих происходящих событий? Возникают новые центры силы, я всё время об этом говорю. Да и не только я, разве во мне дело? Они происходят по объективным обстоятельствам. Что-то уже увядает там из прежних центров силы. Сейчас я не говорю даже, сейчас не хочу говорить, почему это происходит. Но это естественный процесс роста, отмирания, изменений. Нарождаются новые центры силы, в основном в Азии, конечно. Африка впереди ещё. Да, Африка очень бедная, очень бедный континент пока, но смотрите, потенциал какой колоссальный. Латинская Америка, всё это будет точно совершенно развиваться. Происходят вот эти тектонические изменения. Но то, что не мы, а именно Запад довёл до сегодняшней ситуации, если вопросы будут, я готов ещё раз к этому вернуться, к тому, что происходит на Украине. Мы, что ли, совершили там госпереворот, который привёл к серии трагических событий, включая нашу специальную военную операцию? Нет, не мы же это сделали. Но не важно. А важно то, что тектонические изменения происходят и будут происходить. И наши действия здесь ни при чём. Да, действительно, они просто высвечивают происходящее событие более ярко и подталкивают некоторые процессы, которые начинают развиваться, может быть, быстрее, чем это было до сих пор. Но в целом они являются неизбежными. И это происходило бы вне зависимости от того, как действовала бы Россия на украинском направлении. А если про наше государство говорить, вы что-нибудь новое за год о нём узнали? Вы знаете, что касается нашего государства? Конечно, у нас есть издержки. И прежде всего это касается потерь, связанных с проведением специальной военной операции. Я всё время об этом думаю. Но есть экономические потери, но есть огромные приобретения. И то, что происходит, без всякого сомнения, в конечном счёте, я хочу это подчеркнуть, в конечном счёте идёт на пользу России и её будущего. С чем связано? Это связано с укреплением нашего суверенитета. Это связано, да, причём по всем направлениям. И в данном случае, прежде всего, в экономической сфере. Ведь совсем недавно ещё мы сами с тревогой думали о том, что мы превращаемся в какую-то полуколонию. Мы ничего не можем сделать без наших западных партнёров. Ни финансовых расчётов не можем произвести, ни технологий у нас не будет, значит, рынков не будет, ни рынков сбыта, ни источников приобретения новейших технологий. Ничего нет. Стоит ему только щёлкнуть, и у нас всё разваливается. А нет. Ничего не развалилось. И фундаментальные основы существования российской экономики и самой Российской Федерации оказались гораздо более сильными, чем кто-то об этом думал. Даже, может быть, мы сами. И вот это очищение, вот это понимание своих возможностей, умение быстро перестроиться в сегодняшней ситуации. И объективная необходимость не только ускорить процессы импортозамещения, но и заменить тех, кто уходит с нашего рынка, а оказалось, что по большинству направлений наш бизнес перехватывает всех, тех, кто уходит. Они ещё на ухо шепчут, мы ненадолго уходим, мы скоро вернёмся. Ну а как? Продают за один доллар, там, многомиллиардное имущество. Почему? Менеджменту продают. Это что такое? Значит, договорённость с менеджментом есть, что вернуться. Ну а как иначе-то, что подарки такие двум-трём конкретным физическим лицам, что ли, делают? Нет, конечно. Да мы знаем эти настроения. Поэтому вот это чрезвычайно важная вещь. Мы сами, наконец, осознали, мы всё время говорим, мы великая, великая. Мы великая страна, мы можем это сделать. Мы понимаем среднесрочные последствия негативного характера, связанные с закручиванием технологий. Так нам и так закручивали все критически важные технологии. Как умовские списки вроде отменили, они реально действовали на протяжении десятилетий. Сейчас обострили, конечно. Ничего, выяснилось, что получается у нас, оказывается. И ещё одна очень важная составляющая. Это она носит такой духовный характер. И, может быть, это самое главное. Во-первых, вот этот, как бы, такой широкий лозунг «своих не бросаем», он на самом деле сидит глубоко в сердце каждого русского и представителя других этнических групп россиян. И готовность бороться за своих людей идёт к сплочённости общества. В этом всегда была огромная сила нашей страны. Мы её подтвердили и укрепили. И вот это самое главное. А есть что-то за этот год в нашей стране, что вас по-настоящему разочаровало? Да нет. Нет. То есть оргвыводы не нужны, никаких, так сказать, особых изменений не следует? Ну, оргвыводы всегда нужны. Если вы имеете в виду кадровое решение, это естественный процесс. Всё время нужно думать об обновлении по различным направлениям, готовить новые кадры, выводить на новый уровень людей, которые способны работать над задачами более высокого уровня, чем те, над которыми они работали раньше. Конечно, это естественное дело. Но так, чтобы сказать, что кто-то там меня в чём-то разочаровало, нужно там кого-то разгонять, такого нет, конечно. Отлично. Владимир Владимирович, Ваше решение начать специальную военную операцию в феврале было, конечно, большой неожиданностью для всех, в том числе и для большинства граждан России. Вы многократно объясняли логику и причины, мы знаем, но всё-таки. Это решение такого масштаба, который, наверное, не делается без какого-то особого толчка. Что случилось перед этим решением? Я уже много раз говорил, вряд ли сейчас скажу что-то новое в этой аудитории. Ведь что произошло? Ну, я уже не говорю там про расширение НАТО, которое за счёт Украины, которое было абсолютно неприемлемым для нас. И все это знали, но просто игнорировали, напрочь игнорировали наши интересы в сфере безопасности. И очередная попытка в конце прошлого года в очередной раз провалилась. Нас просто послали подальше и всё, сказали, ладно, сидите там. Ладно, не буду говорить лишних слов, но, в общем, проигнорировали. Это первое. Второе, что важно, значит, при поддержке своих западных кураторов, представителей киевского режима, публично ведь отказались от выполнения минских соглашений. Значит, руководитель сказал, что ему не нравится ни один пункт в минских соглашениях. Публично же сказано. Другие высшие должностные лица прямо заявили, что они не собираются этого делать. Бывший президент сказал, что он подписывал минские соглашения, но исходило из того, что они не будут никогда реализованы. Но чего ещё больше-то нужно? Ведь одно дело, когда что-то нужно внедрить в сознание миллионов с помощью средств массовой информации и интернета, а другое дело – реальное дело, реальная политика. Вот это всё проходит как бы для миллионов людей о том, о чём я сейчас сказал, незаметно, потому что это топится в информационном поле. Но мы-то это знаем. Вот это всё было сказано, наконец. Что это означало для нас? Для нас означало, что мы должны что-то делать с Донбассом. Но люди 8 лет под обстрелами живут, которые, кстати, и продолжаются до сих пор. Но мы должны были что-то для себя решить. А что мы могли решить? Признать их независимость. Но признать их независимость и бросить просто на произвол судьбы – это вообще неприемлемо. Значит, должны были бы сделать следующее, что мы сделали – включить их в состав российского государства. Они одни не выживут. Это очевидный факт. Но если мы признаём, значит, включаем состав российского государства, по их воле, мы же знаем настроение людей, а эти самые обстрелы и готовящиеся очередные военные операции со стороны киевского режима продолжаются и неизбежны, они же две провели, две крупномасштабные военные операции, которые закончились безуспешно, но они же были. А обстрелы бы, безусловно, продолжались. Дальше мы что должны были делать? Проводить операцию. Но чего ждать, пока они начнут? И мы знаем о том, что они готовятся. Ну, конечно, это просто неизбежная логика событий. И эта логика была сформирована не нами. Ну, вот в 2014 году. Зачем надо было проводить на Украине госпереворот? Янукович фактически отказался от власти, согласился провести выборы досрочно. Ясно было, что шансов Викторий Фёдорович на меня не обидится, но у него было мало шансов, если они вообще были. И зачем надо было в этих условиях проводить кровавый антигосударственный антиконституционный переворот? Ответа нет. Ну, может быть, только один ответ. Показать, кто в доме хозяин. Всем сидеть, извините, перед домами прошу извинения, всем сидеть на попе ровными. И не крякать. Будет так, как мы скажем. Но по-другому я просто не могу объяснить эти действия. Совершили госпереворот, люди не захотели это признавать ни в Крыму, ни на Донбассе. И всё пошло. И всё пришло к сегодняшнему трагическому событию. Ну, что мешало тому же так называемому Западу реализовать договорённости, которые были достигнуты в Минске? Да, мне вот лично говорили. Ну, вот в тех условиях и ты бы всё подписал, если бы был в таких условиях. Ну, послушайте меня. Но они же подписали. Подписали. Значит, и настаивали на том, что руководители двух тогда непризнанных республик Донбасса поставили свои подписи. Потом взяли одного из них, убили вообще Захарченко. Ну, вот всё вот эти действия и привели к сегодняшнему трагическому событию. Вот и всё. А нет у вас ощущения, которое, честно говоря, есть в обществе, что противника недооценили? Да нет. Мы же... Вы знаете, в чём дело? Дело в том, что мы видели, что происходит. Ну, вот 8 лет создавали укрепрайон на достаточно большую глубину на Донбассе. Ну, и, конечно, лезть туда постоянно, нести потери безоснователей бессмысленно. Значит, это первое. Второе, что мы прекрасно понимали, отдавали себе отчёт в том, что этот процесс-то будет продолжаться. И чем дальше, тем было бы для нас хуже, труднее, опаснее, и мы несли бы большие потери. Вот какими соображениями мы руководствовались. Освоение, на натовское освоение территории-то полным ходом шло. И сейчас идёт, и тогда шло. Эти укрепрайоны были бы не только по линии соприкосновений в сегодняшней Донбассе. Везде были бы. Вот и всё. И то, что сейчас мы видим, когда с юга, с севера наши войска так обжимают Донбасс, это одно. А в условиях, когда бы ещё несколько лет создавали там укрепрайоны по всей стране, проводили обучение и накапливали бы там системы вооружений, которых никогда не было, ну и многих и сейчас нет. Была бы абсолютно другая ситуация для России, даже с точки зрения проведения этой специальной военной операции. Вы неоднократно говорили и писали в программной статье, что мы один народ. Вы не изменили эту точку зрения за год? Нет, конечно. А как можно это изменить? Это факт. Это исторический факт. В IX веке у нас на наших территориях зарождалась российская государственность. Сначала в Новгороде, потом в Киеве, потом всё это вместе росло. Значит, это единый народ. Говорили на одном языке, на древнерусском. И изменения в языке-то начали возникать, по-моему, только в XIV или XV веке под влиянием Польши, потому что западные части российского государства оказались в разных странах. Ну вот отсюда изменения пошли. Конечно, я уже об этом говорил, с развитием того или иного этноса возникают разные процессы. Если какая-то часть этого единого этноса в какой-то момент решила, что они достигли такого уровня, что они считают себя отдельным народом, относиться к этому можно только с уважением. Ну, конечно. Но этот процесс происходил не сам по себе. Он происходил, во-первых, как я уже сказал, потому что часть древнерусских западных земель оказалась в составе других государств по целому ряду причин. Эти государства стали продвигать там свои интересы. Ну, вот те части, которые попали в, скажем, Польшу, там происходило явное ополячивание и так далее. Язык начал меняться. Но я же говорил об этом, когда Украина присоединялась к России. Писали письма-то в Варшаву и в Москву. В архиве же лезят документы. Там написано, мы, русские, православные люди, обращаемся к вам с тем-то, с тем-то. В Москву обращались с просьбой принять состав России, а в Польшу обращались с требованием соблюдать интересы и их православные традиции. Но писали, мы, русские, православные люди. Это же не я сказал. Это та часть народа, которую мы сейчас называем украинцами. Да, дальше всё начало происходить. По своим законам возникла огромная Российская империя. Европейские страны пытались и создали отчасти такой барьер между собой и Российской империей. Известный принцип ещё с античных времён – разделяй и властвуй. Вот начались попытки раздела единого русского народа. В XIX веке это начало происходить, а приобретало всё больше и больше размаха и поддерживалось прежде всего Западу. Конечно, в части этого населения это культивировалось, кому-то это начало нравиться, особенности свои есть, исторические, языковые. Конечно, это начали использовать именно с этой целью – разделяй и властвуй. Ничего здесь такого необычного – это нет. Достигли определённых целей, безусловно. А потом это выродилось вообще в сотрудничество с Гитлером во время Второй мировой войны, когда украинских коллаборационистов использовали для проведения акций по уничтожению русских и тех же поляков, и евреев, и белорусов. Значит, хорошо известно, это исторический факт, значит, каратели поручали самые грязные и кровавые дела, прежде всего, бандаровцы. Ну, вот всё это – часть нашей истории. Но то, что в основе своей русские украинцы – это, по сути, один народ, здесь – это исторические факты. У нас же тогда гражданская война, получается, с частью собственного народа. Ну, отчасти, да. Но мы оказались в разных государствах, к сожалению, в силу целого ряда причин. И прежде всего потому, что, создавая Советский Союз после крушения империи, как я уже писал в своих статьях и говорил неоднократно, большевистское руководство того времени приняло решение, абы ублажить так националистически настроенную часть большевиков, которые были родом с Украины, наделить их исконно русскими историческими территориями, не спрашивая населения, которое проживало на этих территориях. Передали туда всю Малороссию, всё Причерноморье, весь Донбасс. Причём Донбасс сначала решили отдать в Россию, потом приехала делегация с Украины, пришли к Владимиру Ильичу Ленину. Он вызвал представителей Донбасса и сказал, надо перерешать. Вот перерешили, отдали назад в Украину. Но в этом смысле Украина, конечно, складывалась как искусственное государство, тем более, что после Второй мировой войны, это же тоже исторический факт, Сталин взял и передал в Украину ряд польских территорий, ряд венгерских, ряд румынских, отобрав у этих стран их территории полякам, которые не участвовали в гитлеровской коалиции, часть немецких земель, восточных немецких земель. Хорошо же известно всё, это же исторические факты. Таким образом сложилась сегодняшняя Украина. Честно говоря, сейчас я просто о чём подумал, откровенно говоря, единственным, настоящим, таким серьёзным гарантом украинской государственности, суверенитета и территориальной целостности могла бы быть только Россия, которая и создала сегодняшняя Украина. Про гарантов говорили, я помню, весной, потом всё это куда-то ушло. Всё-таки вопрос, наверное, риторический, учитывая, что идут боевые действия, там много всего, но и вы, и официальные лица российские неоднократно говорили, что специальная операция идёт по плану. Всё-таки какой план, честно говоря, общество не очень понимает? В чём план? Вы понимаете, значит, мы изначально, ведь я изначально говорил прямо в день начала операции, самое главное у нас – это помощь Донбассу. Ну, смотрите, значит, я уже упоминал об этом, если бы мы действовали иначе, мы не смогли бы там с двух сторон вокруг Донбасса разместить наши вооружённые силы. Это первое. Второе. Второе. Луганская народная республика освобождена полностью. Идут мероприятия военные, связанные с самой Донецкой республикой. Ну и, конечно, когда наши войска подошли и с юга, и с севера, и стало очевидным, что люди, проживающие на этих исторических, новороссийских территориях, видят своё будущее вместе с Россией, и как мы могли на это не откликнуться. Поэтому произошли те события, свидетелями которых мы все и являемся, они возникли в ходе, как логическое продолжение ситуации, которая сложилась на данный момент времени. Но план был, и цель одна – помощь людям, которые проживают на Донбассе. Вот из этого мы исходим. А что конкретно там, что планирует генеральный штаб, ну это нужно, я знаю, конечно, что, но мне кажется, что это не тот случай, когда нужно в деталях об этом разговаривать. Спасибо. Дорогие друзья, ну я удовлетворил своё первичное любопытство, монополизируя всё. Теперь, пожалуйста, желающие могут задать вопрос. Так, давайте начнём. Иван Сафранчук. Иван Сафранчук, МГИМО. Вы сказали, что нам предстоит очень важное десятилетие в развитии мира и нашей страны. Но создаётся такое впечатление, что есть некоторая дверь в это десятилетие. И вот у меня как раз вопрос об этой двери. В последнее время многократно возрос накал ядерной риторики. Украина от просто безответственных заявлений перешла к практической подготовке ядерной провокации. Представители Соединённых Штатов и Британии делают заявления, в которых звучат такие нотки о допустимости применения ядерного оружия. Байден, скажем, говорит о ядерном Армагеддоне. И тут же в Америке идут комментарии в том духе, что, мол, не страшно. И при этом Соединённые Штаты в ускоренном порядке размещают в Европе модернизированные тактические ядерные бомбы. Получается что-то вроде того, что ядерным оружием бряцают, а уроки Карибского кризиса признавать отказываются. Вот поясните, пожалуйста, Владимир Владимирович, мир действительно находится на пороге возможности применения ядерного оружия, и как в этих условиях будет себя вести Россия, как ответственная мировая ядерная держава? Спасибо. Смотрите, пока ядерное оружие существует, всегда существует опасность его применения. Первое. Второе. Цель сегодняшней возни вокруг ядерных угроз и возможного применения ядерного оружия, она очень примитивная. И я вряд ли ошибусь, если скажу, в чём она заключается. Я уже говорил о том, что вот этот диктат западных стран, их попытка надавить на всех участников международного общения, в том числе на нейтральные или дружественные нам страны, заканчивается ничем. И они ищут дополнительные аргументы для того, чтобы убедить наших друзей или нейтральные государства в том, что нужно всем вместе противостоять России. И провокации с ядерным оружием, нагнетание возможности самого тезиса о возможном применении со стороны России ядерного оружия, поставлено именно, используется именно для достижения этих целей, повлиять на наших друзей, на наших союзников, повлиять на нейтральные государства. Сказать ему, смотрите, кого вы там поддерживаете, какая Россия страшная страна, не надо её больше поддерживать, не надо с ней сотрудничать, не надо у неё ничего закупать, не надо им ничего продавать. На самом деле это примитивная цель. Что происходит в действительности? У нас мы ведь инициативно ничего никогда не говорили по поводу возможного применения России ядерного оружия, а только намёками отвечали на те заявления, с которыми выступали лидеры западных стран. Вот госпожа Лестрас, недавняя премьер-министр Великобритании, она же прямо сказала, прямо сказала в разговоре с представителями прессы, да, в Великобритании ядерная держава, в обязанности премьера-министра входит возможное применение, и я сделаю это. Ну, это недословно, да, но близко к тексту, я к этому готова. Ну как, понимаете, и никто ведь никак не отреагировал. Ну, допустим, она ляпнула там, девушка-то как, немножко не в себе, ну, ну, как можно такие вещи говорить публично, сказала, ну, поправили бы её, в Вашингтоне бы публично сказали, мы к этому не имеем никакого отношения, мы не знаем, и обижать не надо было, ну, просто отмежеваться. Ведь молчат все, а что мы должны думать? Мы думаем, что это согласованная оппозиция, что нас начинают шантажировать, и что нам, совсем молчать, сделать вид, что мы ничего не слышали, что ли? Серия других заявлений идёт по этому поводу. Руководство, значит, киевского режима постоянно говорит о своём стремлении обладать ядерным оружием. Вот это первая часть Морелизонского балета. А дальше? Вот постоянно идут разговоры о том, что мы творим на Запорожской атомной электростанции. А что же мы там творим? Так прямо иногда говорят, а постоянно намекают на том, что мы обстреливаем атомную Запорожскую электростанцию. Но они сбрендели совсем, нет? Мы же контролируем эту атомную электростанцию. Там же войска находятся наши. Вот я разговаривал, ну, уже пару месяцев прошло, наверное, с одним из западных лидеров. Он говорит, уберите, я говорю, что надо сделать? Уберите тяжёлое оружие Запорожской атомной электростанции. Я говорю, согласен. Мы уже сделали это. Там нет никакого тяжёлого оружия. Да? Ну, другое уберите. Чушь какая-то, понимаете? Вот вы смеётесь, вот это смешно, но на самом деле это почти дословно. Я говорю, послушайте, ну, там вы просили, чтобы находились наши, находились на станции представители МАГАТЭ. Мы же согласились. Они там. Они даже отказались жить в гостинице. Они живут прямо на территории атомной электростанции. Прямо на территории. Они своими глазами видят, что происходит. Кто стреляет, откуда снаряды летят. Ведь никто не говорит о том, что украинские войска обстреливают атомную электростанцию. Никто. А нагнетают ажиотаж, обвиняя в этом Россию. Ну, это бред. Ну, казалось бы, бред. Но это происходит же на самом деле так. Я тоже уже публично говорил о том, что, по-моему, три или четыре линии высоковольных электропередач повалили диверсионные группы киевского режима вокруг Курской атомной электростанции. Но, к сожалению, ФСБ не смогло их поймать. Ну, поймают, надеюсь, когда-нибудь. Ушли. Но они же это сделали. Мы проинформировали всех западных партнёров. Тишина, как будто ничего не происходит. То есть они стремятся к какому-то ядерному инциденту, чтобы возложить ответственность на Россию и раздуть какой-то новый виток борьбы с Россией, санкции против России и так далее. Другого смысла я просто не вижу. Но это же происходит. И вот теперь новая задумка. Мы же не случайно обнародовали данные спецслужб по поводу того, что готовят какой-то инцидент с так называемой грязной бомбой. Это же просто сделать. Мы даже знаем, где примерно это делается. Остатки ядерного тополя немножко преобразовали. Технологии, имеющиеся на Украине, позволяют это сделать. Загрузили там в точку У или куда-нибудь другое, подорвали где-то это устройство, сказали, что это Россия сделала, нанесла ядерный удар. Нам не нужно этого делать. У нас смысла нет никакого. Ни политического, ни военного. Значит, нет, это же делают. И это мимо таких вещей. Вот сейчас говорят, МАГАТЭ хочет приехать и проверить ядерные объекты Украины. Мы за, и как можно быстрее нужно это сделать, и как можно шире. Потому что мы знаем, что сейчас киевские власти делают всё для того, чтобы замести следы этой подготовки. Они работают над этим. Ну и, наконец, по поводу применения, неприменения. Единственная страна в мире, которая применила ядерное оружие против неядерного государства, это Соединённые Штаты Америки. Они сделали это дважды в отношении Японии. С какой целью? В военной целесообразности не было вообще никакой. Ноль. Ну, какая была целесообразность применять против Хиросимы и Нагасаки, практически против мирного гражданского населения ядерное оружие? Что, была угроза какая-то территориальной целостности Соединённых Штатов, суверенитету? Да нет, конечно. Да и военной целесообразности уже не было. Военная машина Японии была сломана, возможности к сопротивлению были сведены практически к нулю. Зачем нужно было добивать Японию ядерным оружием? Кстати, в японских учебниках, как правило, пишут, что это союзники нанесли ядерный удар по Японии. Вот так держат эту Японию. Даже в учебниках школьных не могут написать правду. Хотя, вроде, каждый год вспоминают об этой трагедии. Молодцы, американцы. Просто надо брать примерное, она в чём-то с них. Мы просто красавцы. Но это происходит, это есть в жизни. Ну так вот, США – единственная страна в мире, которая применила ядерное оружие. И сделала это, потому что посчитала, что это в их интересах. Что касается России, у нас есть военная доктрина, пусть её прочитают, в соответствующей статье этой военной доктрины написано, в каких случаях, по какому поводу, в связи с чем и каким образом Россия считает возможным применение оружия массового уничтожения в виде ядерного оружия, для защиты своего суверенитета, территориальной целостности, для обеспечения безопасности российского народа. Вот у нас буквально завтра 60 лет главного дня Карибского кризиса. Вот кульминация, когда, собственно, решили отступить. Вы можете представить себя в роли одного из лидеров, ну, вернее, Хрущёва, получается? Мы можем до такого дойти? Ни в коем случае. Не дойдём? Нет, я не могу себя представить в роли Хрущёва. Ни в коем случае. Хорошо. А в роли лидера, которым придётся решать вот этот вопрос такой? Мы готовы к решению любых вопросов. Мы же не отказываемся. Мы в декабре прошлого года предложили Соединённым Штатам продолжить диалог по стратегической стабильности. Они нам ничего не ответили. В декабре прошлого года. Тишина. Если хотят, мы готовы, пожалуйста. А если не хотят, не надо. Мы развиваем свои современные технологии, средства доставки, в том числе гиперзвуковое оружие. Нам, в принципе-то, ничего не нужно. Мы самодостаточное себя чувствуем. Да, понятно, что когда-то они нас догонят и по гиперзвуковому оружию – это очевидно. Высокотехнологичная страна – это только вопрос времени. Но пока не догнали. У нас всё есть. И мы развиваем эти технологии. Если кто-то хочет с нами вести диалог на этот счёт, мы готовы. Пожалуйста. Русиаган Махарадшу, дайте, пожалуйста, он руку тянул. Махарадшу, дайте, пожалуйста, Пdegree. ПИДЕЙ, СПОКОЙНОГОВАННОЕ, СПОКОЙНОГОВАННОЕ,КОНОНОСКИ ЭТОМОВАННОГОВАННЫЕ, БАИНО, ПОМОДАТЬ-ОМАТНО, ЧТОНОСКИ ПОМОДАТЬ-ОМАТНО, ПОМОДАТЬ-ОМАТНО, Историям, ОТНОСКИ, Дайте. further reveal the precarious position we are in and what our system currently is driving us towards. So unequal exchange continues, as you pointed out. Inequitous distribution, especially of human capacity, capability and competence, render the future prospects of reconciliation and reform inside an unfair yet hegemonic system extremely bleak. Sanctions, fear of reprisals, have rendered monetary sovereignty meaningless, especially with the weaponization of the payment system. In our contemporary conjuncture, what could then constitute a more democratic and workable alternative to the current international system of payments and settlements? This is one of the key questions of today's development and the future of not only the financial system, but also the world's infrastructure. You've got to be right in a tenth. После Второй мировой войны Соединённые Штаты создали обратно-вузскую систему, укрепили её многократно по самым разным векторам, работали, создали международные институты, которые находятся под их контролем и в сфере финансов, в сфере международной торговли. Но они дают сбой, очевидно. Значит, огромная ошибка со стороны Штатов, я уже говорил об этом, использовать доллар в качестве оружия в борьбе за свои политические интересы. Подрывает доверие к доллару, ну и к другим резервным валютам. Капитально подрывает. Поверьте мне, я знаю, что я говорю, потому что все задумались, стоит ли держать, значит, из долота валютные резервы в долларах. Не так просто выйти из доллара, потому что у американцев создана очень такая мощная система, которая держит эти резервы и не выпускает их, по сути дела. Выйти очень сложно, но на будущее все задумаются. Я уже сказал, могу только повторить, в чём мы видим будущее международной финансовой системы. Ну, во-первых, это такой общий посыл, тем не менее, всем странам должно быть обеспечено суверенное развитие. И нужно относиться с уважением к выбору любой страны. Это тоже важно, даже примитивно к финансовой системе. Она должна быть независимой, деполитизированной. И, конечно, она должна быть основана на финансовых системах ведущих стран мира. И вот если это будет создано, а это непростой процесс, очень сложный, но это возможно, тогда более эффективно будут работать и международные институты, их нужно либо реформировать, либо создавать заново международные институты, помощи тем странам, которые в этой поддержке нуждаются. И прежде всего нужно будет на базе вот этой новой финансовой системы обеспечить трансфер образования и передачу технологий. Вот если вот все вместе это суммировать, собрать как палитру необходимых возможностей, то и сама экономическая модель, и финансовая система, она будет отвечать интересам большинства, а не только интересам вот этого золотого миллиарда, о котором мы говорили. И как предтеча, что ли, вот создание такой системы, это, конечно, необходимость расширения расчётов в национальных валютах. И с учётом того, что финансовые власти США используют доллар как оружие и создают проблемы для расчётов не только нам, но и нашим партнёрам и другим странам, конечно, вот стремление к независимости, оно неизбежно будет развивать расчёты на национальных валютах. Например, с Индией у нас по экспорту, по-моему, уже 53% в расчётах используем национальные валюты, по импорту где-то, не знаю, где-то процентов 27 примерно. И с другими странами развивается очень активно, развивается расчёт, с Китаем очень активно развивается расчёты в юанях и рублях. И с другими странами, перечислять всех не буду. Так что, что касается собственной финансовой системы, то, на мой взгляд, генеральный путь развития – это создание деполитизированных, основанных на национальных валютных системах, такой наднациональной мировой валютной системы, которая бы, безусловно, обеспечила расчёт. Это возможно. В конечном итоге, так или иначе, исходя, вот сделали первые шаги в расчётах национальных валют, потом на регион махарадшуны с ГИОАР. Чтобы понятно было. Олег Искандирян. Владимир Владимирович, я из Армении приехал, и вопрос мой касается моей страны, моего региона. В последнее время активизировались дискурсы о подготовке договора между Арменией и Азербайджаном. И эти дискурсы в основном о том, что существует два конкурирующих проекта. Ну, так сказать, российский, предлагаемый российским посредником, и западный. — Ситуация довольно рискованная, и вообще в регионе есть риски, она не очень спокойная. Что Россия в этом смысле думает, каким образом Россия собирается реагировать на эту ситуацию, и каким образом Россия планирует действовать в дальнейшем в этом контексте? Спасибо. — Вы знаете, я не знаю, может быть, я… Не знаю, даже говорили об этом раньше или нет, публично. Может, говорили, а может, нет. Но я скажу, не вижу здесь. Если даже не говорили, секретов никаких не вижу. Мы в течение многих лет вели диалог с армянской стороной и предлагали урегулировать вопрос, связанный с Карабахом, следующим образом. Ведь Армения фактически контролировала семь районов Азербайджана. Мы говорили, ну, давайте будем двигаться к нормализации отношений. Вот есть два района, которые, Лебеджанский и южнее, значит, вот коридоры эти, большие районы. На каком-то этапе договоримся с Азербайджанской стороной, отдайте пять районов, но они не нужны, бессмысленно, они просто пустуют. Там люди ушли, фактически изманы были с этих территорий. Зачем их держать? Смысла никакого нет. А для связи с Карабахом вот два района, огромные, между прочим, вполне достаточно, и мы считаем, что это было бы справедливо вернуть беженцев и так далее. Это было бы хорошим шагом к нормализации ситуации в регионе в целом. Ну, армянское руководство пошло своим путём. Как известно, это привело к той ситуации, которая сложилась на сегодняшний день. Теперь вопрос о регулировании, о мирном договоре. Наша позиция заключается в том, что этот мирный договор, конечно, нужен. И мы поддерживаем это мирное урегулирование. Так же, как и делимитацию границы и полное урегулирование пограничного вопроса, мы за это. Вопрос, какой вариант избрать, это дело Армении, армянского народа и армянского руководства. В любом случае, какой бы ни был выбран вариант, если это приведёт к миру, мы только за. Но мы не собираемся ничего навязывать. Мы не можем Армении и не собираемся Армении что-то диктовать. Если армянский народ и армянское сегодняшнее руководство считают, что нужно выбрать какой-то конкретный вариант этой мирного договора, так называемый вашингтонский, насколько я себя понимаю, предусматривает признание суверенитета Азербайджана над Карабахом в целом. Но если Армения так считает, ну пожалуйста. Мы поддержим любой выбор армянского народа. Если армянский народ и армянское руководство считают, что Карабах имеет какие-то свои особенности, что надо эти особенности учитывать и как-то это нужно обговорить в будущем мирном договоре, такое тоже возможно. Но, безусловно, нужно договариваться с Азербайджаном, надо, чтобы эти договорённости были приемлемы и для другой стороны, для Азербайджана. Это очень сложный и, прямо говоря, тяжёлый вопрос. Но Армения является нашим стратегическим партнёром, союзником. И мы, конечно, в значительной степени, имея в виду интересы Азербайджана, будем ориентироваться на то, что будет предлагать сама армия. Вы два года назад на наших же беседах очень высоко отозвались о президенте Эрдогане, что он хвостом не виляет, настоящий мужик. За эти два года много чего тоже произошло. Ваша оценка осталась той же? Ну да, он крепкий, сильный руководитель, который руководствуется прежде всего, а может быть, исключительно интересами Турции, турецкого народа, интересами турецкой экономики. И вот в значительной степени этим объясняются его позиции по вопросах энергетики, в вопросах строительства, скажем, турецкого потока. Мы предложили сейчас создать газовый хаб на территории Турции для потребителей в Европе. Турецкая сторона согласилась. Прежде всего, исходя из своих собственных интересов, в сфере туризма много интересов, в строительном секторе очень много интересов, в сельском хозяйстве. У нас очень много совпадающих векторов взаимных интересов. И поэтому, да, и президент Эрдоган никогда не позволяет сесть себе на шею и руководствоваться интересами третьих сторон. Но он, конечно, защищает и в диалоге с нами, прежде всего, свои интересы. И в этом смысле Турция в целом, и президент Эрдоган в частности, являются непростыми партнёрами. Многие решения рождаются в таких длительных и непростых спорах, переговорах. Но есть стремление с обеих сторон достичь этих договорённостей, и мы, как правило, этих договорённостей достигаем. В этом смысле Эрдоган, конечно, последовательный и надёжный партнёр. Пожалуй, это, наверное, самая главная характеристика. Он надёжный партнёр. А сам он сесть на шею не пытается вам, например? Вы знаете, я же сказал, что президент Турции – непростой партнёр, и он всегда отстаивает свои интересы, ну, не личные, а интересы страны. Но это нельзя сказать, что он пытается сесть на шею. Он просто борется за то решение, которое, по мнению его правительства, его советников, является оптимальным. Мы боремся за то, чтобы принимаемые решения были оптимальными для нас. Ну, как правило, повторяю, находим эти решения, даже по очень чувствительным вопросам. Вот в Сирии, допустим, в вопросах безопасности, ну, и по экономике, в том числе по инфраструктуре. До сих пор нам всё это удавалось сделать. Повторяю ещё раз, это чрезвычайно важно. Мы понимаем, что если мы прошли трудный путь, было трудно договориться, но мы договорились о чём-то, можно быть уверенным в том, что это будет сделано. Это вот самое важное – надёжность и стабильность в этих отношениях. Дайан Житилека. Дайан Житилека. Игра всегда была лучшая. Игра в Симунисті. Поэтому takeaway в kettle и кальский паз, кстати. Продолжение следует... Спасибо. 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 Кубат Рахимов. Кубат Рахимов. Кургызская республика. Уважаемый Владимир Владимирович, Россия действительно безусловный лидер нового антиколониального движения. Также во всем мире широкий отклик получает приверженность России традиционным консервативным ценностям. Но за время работы нашего Валдайского клуба мы увидели очень серьезный запрос на социальную справедливость, на справедливую организацию общественных отношений. Как вы это видите и чем могли бы мы быть полезны как эксперты Валдайского клуба? Это первый мой вопрос. Второй вопрос. Как вы оцениваете перспективы переноса столицы Российской Федерации в центр страны, фактически в центр Евразийского континента для того, чтобы быть ближе к странам Шанхайской организации сотрудничества? Спасибо. Что касается более справедливого устройства, социального устройства в России, то у нас по конституции Россия является социальным государством. И, конечно, всё, что мы делаем, все наши национальные цели развития посвящены именно решению социальных задач. Вот здесь можно говорить часами, времени даже сегодняшнего дня будет недостаточно. Всё, что мы делаем, направлено именно на это, на решение социальных задач, которые стоят перед российским государством. И у нас их очень много, в том числе много нерешённых задач. Я уже об этом говорил, ещё раз повторю. Значит, нам нужно развивать экономику и на этой базе решать вопросы здравоохранения, образования, технологического развития, менять структуру нашей экономики. Структурные изменения – самое главное. Будет меняться рынок труда, и в этой связи, конечно, мы должны подумать о тех людях, которые будут высвобождаться со старых мест работы, давать им новые компетенции, проводить переобучение и так далее. Поэтому, что касается Валдайского клуба, здесь собираются эксперты самого разного направления, и если на экспертном уровне нам будут подсказывать тенденции развития по ключевым направлениям, мы, конечно, были бы благодарны для того, чтобы иметь в виду ваше мнение при строительстве наших планов, учитывая вашу позицию по этим тенденциям, о которых я сейчас сказал. Потому что, понимая, что будет завтра, нам нужно и нужно строить политику сегодня. По поводу переноса столицы. Да, такие разговоры и у нас есть. Ну, у нас переносили когда-то в столицу, значит, и неоднократно это было в истории российского государства. Россия, как бы, исторически, ментально центр России всегда ассоциируется с Москвой. И, на мой взгляд, какой-то необходимости, есть проблемы в развитии столицы, как мегаполис. И должен сказать, что они под руководством команды действующего мэра Собянина, они решаются гораздо лучше, чем во многих других странах мира и во многих других мегаполисах. Был период, когда здесь нарастали, ну, они и сейчас отчасти нарастают, проблемы связанные с транспортом, с развитием социальной инфраструктуры и так далее. Но всё-таки за последние годы мэр Собянин очень много сделал для того, чтобы эти угрозы купировать и, наоборот, создавать условия для того, чтобы москвичи и те, кто приезжают в Москву для работы, либо гости Москвы, приезжающие сюда с туристическими целями, чувствовали себя здесь комфортно. Очень многое сделано для развития города в последние несколько лет. Ну, а эта проблема излишней централизации всех федеральных структур в Москве, она существует. И так же, как в некоторых других странах, я, например, сторонник, делать так же, как в некоторых других странах, а именно децентрализовать вот эти полномочия и компетенции центральные, столичные в других регионах России. Ну, например, мы судебные центры создаём в Петербурге. Там уже Конституционный суд работает, есть планы и конкретные планы строительства Верховного суда. Ну, делать это нужно не спеша, а спокойно, создавая и судебному сообществу благоприятные условия для работы в том же самом Петербурге. И мы будем делать это без всякой спешки и суеты. Некоторые крупные компании, которые, скажем, работают на самом деле в Сибири, а центральные органы управления имеют в Москве, могли бы там разместить свои штаб-квартиры. Это, кстати, и происходит. Росгидр, например, там обосновывается в Сибири, по-моему, в Красноярске, они там, по-моему, штаб-квартиру свою обосновывают, оборудуют. И центральные органы власти могли бы так некоторые быть рассосредоточены по территории Российской Федерации. Это пойдёт только на пользу и самой системе управления, и тем регионам, где они будут появляться. Спасибо. Так, Иван Тимофеев. Владимир Владимирович, добрый вечер. Иван Тимофеев, Валдайский клуб. Вопрос у меня следующий. В отношении России за последний год введено беспрецедентное число санкций. Вы упоминали заморозку наших резервов в Европе на 300 миллиардов. К этому можно ещё добавить на десятки миллиардов заморозку собственности наших граждан и наших организаций. Кстати, там планируют конфисковать эту собственность, сейчас разрабатывают соответствующие механизмы. Ну и помимо этого много всего ещё и финансовые ограничения, запреты на поставки в Россию товаров, технологий, запреты на поставки нашей нефти, манипуляции с газом и так далее, и так далее. Мы всё это хорошо знаем, и вы это упоминали в своём выступлении. Ожидалось, что наша экономика этого не выдержит. Она выдержала. Во многом это произошло потому, что экономика остаётся рыночной. Она остаётся гибкой, она остаётся адаптивной. Бизнес ищет новый рынок избыта. Там, где это возможно, ищет пути импортозамещения. Правительство делает целый ряд шагов для того, чтобы бизнесу помогать. Но с учётом экстремальных условий, внешнеполитических и тех самых санкций, может быть, настало время пойти по пути дальнейшего дирегулирования экономики. Вы упоминали децентрализацию. Сократить число проверок, сократить регуляторную нагрузку. Я был бы очень рад услышать ваше мнение. Это наш выбор, как в таких случаях говорят. Сократить эти количество проверок, избавиться от излишнего регулирования со стороны государства. Вы знаете, что плановые проверки прекращены не только для малого и среднего бизнеса, но и для крупного бизнеса. Мы продлим, если этого не говорили ещё, я скажу сейчас, мы продлим этот режим и на 2023 год. Что касается регуляторики, то вот эта гильотина административная, как мы говорили, она привела к тому, что свыше, по-моему, тысячи актов отменены, а на их место пришло, по-моему, где-то меньше 500 новых, надеюсь, современных, там 400 с чем-то новых актов, регулирующих хозяйственную деятельность. Вот поэтому будем и дальше по этому пути идти. Конечно, за исключением тех видов производства, которые связаны с известными рисками для потребителей. Ну, это, мне кажется, для всех понятно, но и здесь постараемся строить работу таким образом, чтобы эти все регуляторные функции, проверки, они носили точечный характер, не мешали бы работе предприятий, бизнеса в целом. Вы правы абсолютно. В ответ на всевозможные ограничения, которые вводятся в отношение России и её экономики, вы сказали, что предполагалось, что у нас что-то рухнет. Не предполагалось, а целью было поставлено обрушить российскую экономику. Это не получилось. Да, она стала действительно и в этом вы правы, гораздо более адаптивной, более гибкой. И выяснилось, что наш бизнес уже достаточно зрелый и спокойно перехватывает те направления, виды деятельности, те предприятия, которые освобождаются теми нашими партнёрами, которые приняли решение выходить из России. Легко наш бизнес берёт и ведёт дальше те предприятия, которые ещё совсем недавно, казалось, не могут существовать без западного присутствия. Легко, практически по всем направлениям. Да, мы понимаем и видим сложности среднесрочного периода, мы понимаем, что мы не можем всё производить. Но, вы знаете, я сегодня с утра ещё с некоторыми коллегами разговаривал, перед тем, как к вам приехать, естественно, я же со всеми переговорил в правительстве, в Центральном банке, в администрации. Всё-таки наши эксперты считают, что пик трудностей, связанных с этим валом ограничений и санкций, он пройден. Российская экономика в целом адаптировалась к новым условиям. Ещё многое нужно будет сделать для того, чтобы новые цепочки поставок по импорту и по экспорту создать, понизить издержки, связанные с этим. Но, в целом, пик сложностей пройден. Российская экономика адаптирована. И дальше будем развиваться на более устойчивой, на более суверенной платформе. Но ответом на все эти вызовы, конечно, может быть и должно быть в том числе, а может быть прежде всего, разбюрокрачивание и работа бизнеса, поддержка его и увеличение пространства свободы для экономической деятельности. Александр Андреевич, очень часто иностранцы спрашивают нас, ну что вы России можете предложить сегодняшнему миру? Где ваши нобелевские лауреаты? Где ваши великие открытия, индустриальные, научные открытия? Мои коллеги часто отвечают, что ну как же, а великая русская культура, а Пушкин, а Рублёв, а иконопись, а дивная русская архитектура. Но они говорят, ну всё это ведь в прошлом, а сегодня? И вот когда я сегодня слушал вас, мне открылось, что может Россия предложить сегодняшнему миру? Россия сегодняшнему миру может предложить религию справедливости, потому что эта религия, это ощущение лежит в корне всей нашей русской культуры, всей нашей русской жертвенности. И сегодня Россия приносит эту жертву. Она по существу одна, одна наедине со всем остальным жестоким западным миром ведёт эту борьбу за справедливость. Это огромный вклад сегодняшней России вот в контекст мировой цивилизации, мировой культуры. Потому что даже вот те прежние традиционные ценности, о которых мы говорили, и тот же Рублёв, русская иконопись, и та же восхитительная русская архитектура, Новгородско-Псковско, и изумительный золотой и серебряный век, все они говорили о справедливости. В недрах русской цивилизации лежит справедливость. Так вот, может быть, сделать сегодняшнюю российскую идеологию религии справедливости? У нас четыре традиционных конфессии, нам достаточно. Пятая будет. Это, первое, это шутка, конечно. Значит, по поводу того, чтобы что-то сделать, вы знаете, значит, я слежу за вашими работами, за вашим творчеством, когда время есть удовольствие, мечтаю то, что вы пишете, говорите. Конечно, я знаю, что вы такой настоящий российский патриот в самом добром, хорошем, широком смысле этого слова. Нужно ли нам что-то специально кому-то презентовать, вот в этом я не уверен. Вы знаете, что? Ведь вы сейчас сказали о том, что мы жертвуем чем-то в интересах многих других народов. Я вот здесь с вами поспорю. Ничем мы не жертвуем. Мы работаем над укреплением своего суверенитета. Это в наших интересах. Это, прежде всего, укрепление финансового, экономического суверенитета, оно будет составлять, будет основой, фундаментом для нашего будущего развития, технологического, образовательного, научного. То, что есть там или нет, Нобиевские лауреаты. Значит, ну, вот Алфёров своё изобретение сделал когда, значит, через там 30 лет или сколько ему дали Нобиевский лауреат. Ну, разве дело в этом? Вот бывшему президенту Соединённых Штатов дали, значит, Нобиевский лауреат. Ну, это что, показатель каких-то достижений? При всём уважении и к Нобиевскому комитету, и к обладателю, значит, этой замечательной Нобиевской премии. Разве только в этом показатель состоит? Значит, наука развивается. Мы должны сделать всё, чтобы отдача и от фундаментальной, и от прикладной науки была кратно выше для нашего развития. И мы сделаем это. У нас сегодня происходит существенное, заметное обновление научных кадров. У нас наука становится одной из самых младых мирных. Да, конечно, те же Штаты, имея в виду свои конкурентные преимущества с точки зрения монополиста на мировые финансы, там как пылесосом вытаскивают всё со всего мира, в том числе научные кадры и творческие. Это понятно, но это тоже закончится с утратой монополизма на доллар, как на мировую валюту. А это тоже будет происходить, происходит уже сегодня. Вот, понимаете, и вот то, что мы делаем, оно является очень привлекательным для очень многих стран мира и народов. Но вот западные наши так называемые партнёры всё делают для того, чтобы оболгать Россию, унизить её как-то, проигнорировать её интересы. И когда мы боремся за свои интересы и делаем это открыто, честно и, прямо скажем так, мужественно, вот сам по себе этот факт, сам по себе этот пример является чрезвычайно заразительным и привлекательным для миллиардов людей на планете. Вы посмотрите, во многих странах Африки, в некоторых странах, российские флаги. Сейчас. В Латинской Америке то же самое происходит. В Азии у нас очень много друзей, и нам ничего не нужно никому навязывать. Просто многие, очень многие люди и политические деятели, и рядовые граждане, они устали жить в условиях какого-то внешнего диктата. Всё уже надоело. И когда они видят пример нашей борьбы с этим диктатом, они и внутренние, и внешние на нашей стороне. И эта поддержка будет только расширяться. Владимир Владимирович, нас про науку много говорили в этот раз. На мой взгляд, была одна из самых интересных сессий как раз о том, как в этих условиях развивать науку и технологии. Поэтому я, вот Руслан Юносов сидит в зале, как раз очень интересную нам картину нарисовал. Спасибо. Я представляю сегодня Росатом и Валдайский клуб. Владимир Владимирович, вы действительно сказали про науку правильные слова. Мы видим, что за последние 20 лет поддержка науки серьёзно в России выросла. Программа Мегагрантов позволила запустить десятки, много десятков современных лабораторий в России. Мы это видим. Однако, с другой стороны, что мы видим, вот как учёные? Мы видим, что большинство профессоров, которые открывали эти лаборатории, так и не приехали жить в Россию и работать на полной ставке. И можно даже понять, почему тяжело конкурировать. Тут у тебя Мегагрант на 5 лет, а тут у тебя профессорская позиция пожизненная. Это действительно вопрос. А с другой стороны, действительно, мы вчера обсуждали на сессии, китайские коллеги за последние 20 лет совершили действительно колоссальный рывок в науке. И сегодня они занимают, не просто вернули учёных, они их вернули, они занимают первые места во многих направлениях. Вот мы занимаемся квантами, и я вижу, что, я хочу сказать, что мы знаем, что самый мощный квантовый компьютер сегодня находится в Китае, а не в США. Максимальное количество патентов публикуется в квантах Китаем, а не США. Ну, с другой стороны, конечно, в России мы тоже имеем программы, которые объединяют множество лабораторий. Тот же самый квантовый проект, квантовый компьютер, это 20 научных групп, 15 вузов, университетов, институтов, академии наук. Но у нас 5 лет планирования. Я вот думаю, сегодня мы столкнулись с усилением давления. У нас действительно вызов научно-технологическому суверенитету. И, может быть, это самое правильное время начать формулировать стратегические проекты и горизонт сделать 10-20 лет. Спасибо. Да, чем выше горизонт, тем лучше, чем дальше горизонт, тем лучше. Это я с вами согласен. Надо посмотреть на положительные примеры других стран, наших друзей, партнёров, в том числе Китайской Народной Республики. Там очень многое сделано за последние годы под руководством председателя Си Цзиньпиня. Он на этом уделяет большое внимание не только развитию науки, но Китая в целом, экономике Китая, повышению уровня благосостояния китайского народа. Я это знаю, мы с ним в хороших, дружеских отношениях. И то, где они добиваются реальных результатов, конечно, может быть предметом нашего изучения и внедрения в нашу практику. Что касается мегагрантов, то они действительно сыграли хорошую положительную роль. И следующий этап, который мы сейчас реализуем, это не просто исследование и создание отдельных лабораторий, это создание научных сообществ, молодых учёных. И в этом, собственно говоря, будущее этих мегагрантов. Я согласен с теми, кто инициировал этот процесс, мы это делаем. Да, Андрей Александрович? И будем продолжать это делать. Вы сказали, что никто не приехал. Некоторые приезжают и работают здесь. Даже формально числятся где-то там за границей. Большую часть времени проводят в России. Таких немало. Это и наши бывшие соотечественники, и не только бывшие, а соотечественники, которые там где-то числятся на работе, но приезжают работать к нам постоянно. Вы знаете, мир науки, так же, как мир искусства, он не терпит искусственных границ и ограничений. Люди должны чувствовать себя свободно, и мы не будем никого здесь запирать. Но мы будем приветствовать всех, кто хочет работать в России. В целом у нас это получается, и мы будем дальше идти по этому же пути. Увеличить горизонты планирования. Ну, наверное, вы правы, хотя у нас сколько, на пять лет сейчас мегагранты, да? Ну, можно, конечно, их и продлить. Это вопросы, конечно, связанные с бюджетным финансированием, но это можно сделать. Во всем случае, сегодня мы можем расширить эти горизонты. Хотя вот то, что вы сказали по поводу того, что где-то там человек работает, занимает какую-то должность профессорскую, и это пожизненно, далеко нельзя. Почему вы же сами учёные, вы знаете, там контракты заключили на несколько лет, контракт закончился, до свидания, будь здоров. Поэтому там тоже это всё не на всю жизнь. А вот жить в пространстве своего родного языка, своей культуры – это на всю жизнь. Поэтому эта свобода выбора должна быть предоставлена и детям культуры, и научным деятелям. Мы должны создать условия, которые будут более привлекательными, чем те, которые создают за рубежом. Это непростой процесс. Мы идём по этому пути, добиваемся результатов и будем дальше по нему двигаться. В том числе, наверное, вы правы и расширять горизонт планирования. Так, Ван Вейн. Спасибо. Меня зовут Ван Вейн, профессор из Чжиньего Института, Лен-Минь-Университета. В самом деле, в этом году я в Руссии больше 20 страны, и я читал очень много артикл, чтобы рассказать о чиновнике «руссия». Потому что в Чжиньего Института много людей, которые занимают Россию, и особенно занимают вас, и вашу безопасность. Спасибо. И я знаю, что вы, может быть, у вас будет большинство, и уничтожение, и уничтожение, и уничтожение? В том, что вы, какая была нкая беда, или уничтожение в России, и уничтожение? Итак, я думаю, что вторая вопроса, что вы хотите сказать к чиновникам, и какие ваши комментарии на последние 10 лет России и Китай, и какие ваши предпочтения и предпочтения о будущем России и Китай? Спасибо большое. Я просто исхожу из того, что нужно делать и без чего невозможно обойтись. Вот это самое главное. И в этом смысле, конечно, обстоятельства, страна, в которых она живёт, она формирует любого человека, в том числе и меня. Конечно, это так. Что касается того, что мы должны кого-то бояться, конечно, наверное, многим хотелось бы сейчас услышать, чтобы я сказал «Боюсь, боюсь, боюсь, боюсь». Но если бы я всего боялся, я бы ничего не делал. Я не могу руководствоваться соображениями такого порядка на том месте, которое я занимаю. Я должен руководствоваться интересами российского народа, российского государства. Я это и делаю. И буду делать дальше. Буду делать то, что считаю нужным для интересов своего народа и своей страны. Что касается российско-китайских отношений, то за последние годы, за последние десятилетия они приобрели абсолютно беспрецедентный уровень открытости, взаимного доверия и эффективности. В страновом измерении Китай самый крупный наш торгово-экономический партнёр. Мы работаем практически, ну не практически, а действительно во всех сферах и в военной сфере. Учения постоянно совместные проводимые. В военно-технической сфере, причём так доверительно, как, может быть, никогда раньше в истории наших стран и не было. Мы работаем в области культуры, гуманитарного взаимодействия. И в области экономики, конечно. Самый большой товарооборот России – это с Китаем. И он растёт, причём растёт очень быстрыми темпами. И темпы были набраны ещё до всяких ограничений и перераспределения наших товарных потоков в сторону Азии, в том числе и в сторону Китая. Мы поставили определённые задачи перед собой вместе с моим другом, он так и обо мне говорит, я считаю его своим другом, господином Синьцзиньпинем, по определённому уровню товарооборота. Мы точно его достигнем. Мы движемся к этому большими темпами, чем мы даже планировали. Что касается нашего отношения к Китаю, мы относимся как к близкому другу китайскому народу, с большим уважением к его культуре и к его традициям. И уверен, что, опираясь на эту прочную базу, мы уверенно будем двигаться вперёд. – Владимир Владимирович, по поводу страхов, вот профессор Иван сказал, в этом году, когда с весны ещё как-то ядерный фактор возник, и Вы так указывали на его наличие и вообще, очень многие немножко занервничали, вспомнив Ваше высказывание вот здесь же, на нашем мероприятии, 4 года назад, что мы все в рай попадём. Мы не торопимся же, правда? Вот Вы задумались, это уже настораживает как-то. – А я специально задумался, чтобы Вы настораживались. Эффект достигнут. – Понятно. Спасибо. Мухаммед Ихсан, пожалуйста. – Professor Muhammad Ихсан, from Kurdistan, region of Iraq. – Я очень рады быть здесь, Mr. President, really. – Мне один вопрос для вас. – Я вопрос с тем, что это степень «Пос-хекомоник в реаку, безопасность и безопасность для всех». Думаю, что в этом этапе Курты, в четыре части Курдистана, они будут иметь больше безопасности и правильность в будущем, если вы не хотите больше оценивать. И, как вы говорили, в Центральной Америка и в Африка, русские флаги есть везде. У нас есть люди, которые любят и поддерживают Россию. Будьте уверены, что в Центральной Америки есть много поддерживающих и много лабораторов для России и только для президента Путина. Спасибо. Спасибо за завершающую часть вашего выступления. Флаги присутствуют и в европейских странах, и в Штатах, кстати говоря, тоже. У нас много сторонников. Кстати, в Соединённых Штатах очень сильная часть людей, которые придерживаются традиционных ценностей, и они с нами, мы знаем об этом. Что касается курдов, я уже говорил не примительно к курдам, а в целом ко всем народам. Конечно, мы должны стремиться к балансу интересов. Только в случае достижения баланса интересов мир может быть устойчивым. В том числе это касается и судьбы курдского народа. Так, прошу дальше. Вот господин Старыш, по-моему, да, если я не ошибаюсь? Спасибо. Добрый вечер, Константин Старыш, Республика Молдова. Я представляю парламентскую оппозицию. Разумеется, оппозицию, поскольку наша власть на беду нашей страны и нашего народа пока предпочитает какие-то иные маршруты для своих зарубежных поездок. В итоге у нас с сегодняшнего дня погас свет в Кишиневе почти полностью. Но речь не об этом. У меня есть вопрос, но сначала поручение. Вы так хорошо, Владимир Владимирович, говорили о своей семье, что я рискну. У меня двое детей, им 8 и 10 лет. Они ученики лицея имени Пушкина в Кишиневе. Они очень просили передать вам привет. Я не могу себе отказать в этом отцовском маленьком таком удовольствии. Так что вам привет от Александры и Гавриила из Кишинева. Теперь вопрос. Вы в своем выступлении говорили о неизбежности появления новых моделей взаимодействий между странами и регионами. Может быть в этом контексте имеет смысл вернуться к той идее, которую вы озвучили еще в 2001 году. О едином экономическом, гуманитарном, культурном пространстве, которое будет тянуться от Владивостока до Лиссабона. Для нас, молдаван разных национальностей, такая постановка вопроса очень бы устроила, поскольку нам всегда очень трудно выбирать между добром и добром, между Европой и Россией. И для нас это был бы очень перспективный проект и свет в конце туннеля. Но возможно ли это в том мире, который мы собираемся построить, в мире постконфликтом, в мире, в котором уже не будет гегемона, глобального полицейского и доминирующей державы? Благодарю вас. Возможно ли создание единого пространства гуманитарного, экономического, да и региона с точки зрения обеспечения безопасности всех, кто проживает на этом огромном мегаконтиненте от Лиссабона до Владивостока? Конечно, да. Надежда умирает последней. Это же не наша идея, это идея, правда, тогда говорили до Урала, это я же потом трансформировал эту идею французских наших коллег и бывших французских лидеров до Владивостока. Почему? Потому что и за Уралом тоже живут люди той же самой культуры, это же самое главное. Поэтому сегодня, да, сегодня происходят вот эти сложные, тяжёлые, трагические события. Но в целом почему нет? В целом возможно такое себе представить. Мне кажется, так или иначе это будет происходить. Я же говорил о Евразии в целом в своём выступлении. Я же говорил о Евразии в целом, включая и эту европейскую часть. Вы знаете только, что очень важно? Очень важно, чтобы, действительно, хочу опять вернуться к своему выступлению, чтобы вот эта европейская часть вернула себе правосубъектность. Вот, ну это же, ну как разговаривать с тем или другим партнёром, если он ничего не решает? И по каждому поводу должен позвонить в Вашингтонский обком и спросить, что можно сделать, а что нельзя. Ну, это же по факту жизни так и происходит. Я помню очень такие непростые события вокруг Сирии, когда они начинались. Ну, приехал один из лидеров. Вот я с ним встречаюсь. Договорились, что мы будем делать, как мы будем делать конкретно вот это, это, это и сделали. От нас из Москвы полетел в Вашингтон, вернулся в Париж, всё забыто, как будто и не было никаких договорённостей. Ну, как разговаривать? О чём? А там конкретные были прямо договорённости, вплоть до того, куда там флот подвинется, что мы будем делать, как мы согласуем. Мы против, что ли? Мы за и согласились, договорились. Ну, а как разговаривать-то? Ну, что тогда с ними разговаривать? Тогда лучше прямо звонить в Вашингтон. Вот и всё. Я вот сейчас, я сейчас говорю, я ничего не придумываю, понимаете? Конечно, Европа защищает свои интересы, особенно в сфере экономики, да и то не очень. Вон, взорвали газопроводные системы, это же не наши, они общеевропейские, там в «Северном потоке-1» пять европейских компаний представлены. Ну и что? Все молчат. Как будто так и надо. Ещё хватает наглости ещё там показывать. А может, это Россия взорвала? Сама себя взорвала Россия? Совсем с ума сошли, что ли? Нет, тем не менее, делать это. Вот опубликовал же, по-моему, «Газпром» даже снимки 2016 года, когда под газопроводной системой лежит американское, по-моему, производство взорвное устройство. Сказали, что потеряли в ходе учения. И потеряли так, что прямо под газопроводную трубу зашло это взорвное устройство, которое, по-моему, было предназначено для уничтожения подводных мин. Слушайте, ну прямо вот фотографии. Нет, ведь мировые СМИ даже не транслируют это. Никто не повторяет. Всё это умирает на корню. Нигде нет. Ни в интернете, ни на телевизионных экранах. Ничего нет. Нет, это тоже использование монополии в средствах массовой информации для того, чтобы продвигать нужную информацию и убивать всё, что им мешает. Но это же есть. Ну вот все молчают. Поэтому, конечно, нужно создавать это единое пространство во всех смыслах от Талиссабона до Владивостока. Но это можно делать только с теми, кто имеет право голоса. Я не хочу ничего не провоцировать, ничего никого обнижать. Но это такая практика, такая реальность жизни сегодняшней. Но это, тем не менее, на мой взгляд, в исторической перспективе это возможно. Я уже упоминал об этом. Сейчас ещё раз скажу. Мне когда-то Коль, Гельмут Коль сказал, что Штаты займутся когда-то своими делами, в том числе в Латинской Америке. Азия будет мощно развиваться своим путём. Если европейская цивилизация хочет сохраниться как центр, какой-то мировой центр, то, конечно, нужно быть с Россией. Такова была позиция Гельмута Коля. Сегодняшнее руководство Федеративной Республики, видимо, придерживается других взглядов. Но это выбор европейских стран. Но я бы хотел вернуться к тому, с чего вы начали. Вы сказали, что свет погас там в Кишиневе. Непонятно, почему он погас. Мы точно к этому не имеем никакого отношения. Ну да, вы знаете, я почему об этом говорю? Потому что во всём всегда обвиняют Россию. Где-то свет погас, где-то туалет не работает, извините, где-то ещё что-то. Во всём виновата Россия, понимаете? Это, помните, как в известном фильме, церковь, часовню какого-то, 12 или какого века, тоже мы разрушили. Но, слава Богу, нет. Но вот хочу вас проинформировать. И это то, что я скажу, что называется чистая правда. Мы когда вели переговоры с представителями правительства Молдова по поводу поставок газа, по поводу цен на газ, Газпром занял абсолютно прагматичную рыночную позицию по контракту с Молдовой на поставке газа, природного газа. Значит, молдавская сторона не согласилась с позицией Газпрома и настаивала на ценовых преференциях. Газпром уперся. Значит, потом господин Миллер вышел на меня, изложил позицию и заявил, что считает свою точку зрения правильной. Я попросил его пойти навстречу молдавской стороне, имея в виду экономические возможности и финансовые возможности молдавского государства. Сказал ему, что цена, хотя и справедливая, и с рыночной точки зрения, но неподъёмная для Молдовы, если не платить не смогла. Какой-то в этом смысл. Он со мной не очень согласился, но прислушался к моему мнению. Газпром пошёл навстречу правительству Молдовы и заключил контракт на поставку газа на молдовских условиях, на условиях молдавской стороны, молдавского правительства. Там много деталей, я просто не хочу утомлять аудиторию, потому что кроме вас это никому не интересно. Там связано с долгами, связано с текущими платежами, с предоплатой определённой. Но в целом по ценовым параметрам полностью пошли навстречу молдавской стороне. Ну, платить надо, конечно, но это же само по себе, мне кажется, очевидным является. Почему дело довели до того, что света нет в Молдове, но это уж, извините, не наша проблема. Владимир Владимирович, вы про Европу вспомнили. Месяца два назад был такой интересный, или даже меньше, интересный эпизод, когда оказалось, что, когда вы незадолго до начала боевых действий разговаривали с президентом Макроном, у него в кабинете сидели журналисты, и по громкой связи всё это транслировалось, и они всё это записывали. Ну, такая несколько необычная форма, ну ладно. Вот вы к таким вещам, это не первый раз, вы к таким вещам как относитесь? Отрицательно. Я считаю, что существуют определённые форматы общения между главами государств, и их надо соблюдать, иначе пропадает доверие к тому, что делает партнёр. В целом здесь нет ничего предусудительного, если то, что мы говорим, о чём мы говорим, если наши оценки доходят до представителей средств массовой информации. Ну, просто тогда об этом нужно предупреждать. Вот и всё, ничего дистанционного. Вас не предупреждали? Ну, конечно, нет. Наоборот, когда идут телефонные переговоры, в том числе по закрытым каналам связи, всегда исходим из того, что это конфиденциальные переговоры, они огласке не принадлежат, или подлежит что-то по договорённости сторон. Если это делается в одностороннем порядке, то это, конечно, неприлично. А теперь, когда Макрон звонит, вы уточняете, кто у него там рядом? Нет. А почему? Как раз стоило бы... Ну, потому что я теперь исхожу из того, что кто-то слушает. Понятно. Так, пожалуйста, вот в первом ряду из Индонезии, гость. Спасибо. 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 Какая красивая женщина, с удовольствием. Значит, у нас очень добрые отношения с Индонезией на протяжении практически всей новейшей истории. И президент Федода, когда звонит мне, он обращается ко мне со словами «брат», я ему говорю то же самое. И мы дорожим отношениями, которые у нас сложились с Индонезией. Я благодарен руководству и президенту за приглашение на 20-ку. Мы подумаем, как мы это сделаем. Россия точно совершенно будет там представлена на высоком уровне, но, может быть, и я поеду, мы пока подумаем. Что касается создания новых блоков в Азии, то, на мой взгляд, это попытка перенести в Азию провалившуюся систему блокового мышления из Атлантического региона. И без всякого сомнения, это вредная затея, это опять попытка дружить с кем-то против кого-то, в данном случае дружить против Китая. Мы просто не поддерживаем попытку реанимировать это или воссоздать теперь в Азиатско-Тихоокеанском регионе то, что происходило в Атлантике, но и считаем, что это очень вредная и опасная затея. Надо сказать, что это имеет неблагоприятные последствия и для участников, и для союзников тех же Соединенных Штатов, у которых, как мы знаем, отбирают контракты на поставку подводных лодок, ещё что-то такое. Просто ещё ничего не сделано, а негативные последствия, в том числе для союзников Штатов, наступают. И если такая практика будет продолжаться, количество этих ошибок и проблем будет только возрастать. Мы, конечно, выступали и выступаем против политики подобного рода. Так, генерал Шарма, я знаю, хотел вас спросить. Только, please, wait the mic. Mr. President, in a post-Hajmanic world, what role you expect India to play? Индия проделала колоссальный путь развития от английской колонии до современного её состояния. Почти полтора миллиарда человек и заметные результаты развития вызывают и всеобщее восхищение, и уважение к Индии со стороны всего мира. Очень многое сделано за последние годы под руководством премьер-министра Моди. Он, безусловно, патриот своей стороны, и вот этот его тезис «делай в Индии», он имеет значение. И экономический, и моральный Индия сделала огромные шаги в своём развитии. И, конечно, за ней огромное будущее. Индия не только вправе огородиться тем, что это самая крупная демократия, в хорошем смысле этого слова, но и огородиться темпами своего развития. Вот это чрезвычайно важная база, на которой развивается Индия. У нас с Индией особые отношения, вызванные или строящиеся на фундаменте очень близких союзнических отношений на протяжении многих-многих десятилетий. У нас в Индии никогда не было никаких, я хочу это подчеркнуть, никогда и никаких сложных вопросов. Мы всегда только поддерживали друг друга. Так происходит сейчас, уверен, так будет происходить и в будущем. Сейчас темпы экономического взаимодействия растут. Премьер-министр Моди просил меня увеличить, ну, пример в качестве примера. Ну, во-первых, растёт товарооборот в целом, но в качестве примера, премьер-министр Моди просил меня увеличить поставки удобрений, что очень важно для индийского сельского хозяйства. И мы сделали это. Как вы думаете, насколько? В 7,6 раза увеличены поставки удобрений в Индии. Не в какие-то проценты, а в 7 и 6 десятых раза. Это, значит, почти в два раза вырос товарооборот в сфере купли-продажи сельхозпродукции. У нас продолжаются взаимоотношения в области военно-технического сотрудничества. И, премьер-министр Моди, тот человек, один из тех людей в мире, который в состоянии проводить независимую внешнюю политику в интересах своего народа. И, несмотря ни на какие попытки что-то сдержать, что-то ограничить, он, знаете, как ледокол, так движется спокойно в нужном для индийского государства направлении. Я думаю, что за такими странами, как Индия, не только большое будущее, но и, безусловно, растущая роль в международных делах. Раз про удобрения речь зашла, я бы что-то сразу вспомнил о Бразилии. Игорь Гилов где у нас там сидит? Вот здесь вот где-то. В Бразилии, кстати, мы договаривались о том, что и поставки удобрения будут нарастать, но, к сожалению, чуть-чуть сократилось. Не знаю, почему, может, из-за логистики. Там, по-моему, на несколько процентов сократились поставки удобрения. Так, ну, он нас покинул куда-то, но неважно. Тогда я, собственно, спрошу, чего я знаю, он хотел спросить. А вот тут выбор у них, вот на днях буквально, мы как? Лула, наверное, вернётся. Вы же с ним в хороших отношениях? Мы в хороших отношениях к господинам Лулу и мы в хороших отношениях с господином Баласонару. Мы не вмешиваемся в внутриполитические процессы. Вот это самое главное. Мы знаем, что в Индии, несмотря на острые политические, внутриполитические процессы, консенсус в отношении сотрудничества с Россией, консенсус в отношении нашего взаимодействия в рамках БРИКС, для нас это имеет принципиальное значение. Мы исходим из этого. У нас тоже консенсус в отношении взаимодействия с Бразилией. Мы считаем Бразилию важнейшим нашим партнёром в Латинской Америке. Так оно и есть. И будем всё делать для того, чтобы эти отношения развивались в будущем. Владимир Владимирович, раз мы по БРИКС пошли, тут была инициатива буквально неделю-полторы назад, что Саудовская Аравия хочет присоединиться. Вы поддерживаете? Да, мы поддерживаем. Для этого нужен консенсус всех стран БРИКС. Но Саудовская Аравия – это быстро развивающаяся страна, и связано это не только с тем, что она является лидером по производству углеводородов, добыче нефти. Это связано с тем, что у наследного принца, у правительства Саудовской Аравии очень большие планы, что очень важно, по диверсификации экономики. Там целые планы национального развития свёрстаны по этому направлению. Я уверен, что они будут, имея в виду энергию и творческий потенциал наследного принца, уверен, что они будут реализованы, эти планы. Поэтому, конечно, Саудовская Аравия достойна быть членом крупных международных организаторов, и таких, как БРИКС, и таких, как ШОС. Совсем недавно определили статус Саудовской Аравии в ШОС, и будем развивать отношения с этой страной и в двухстороннем плане, и на многосторонних площадках. А сейчас вот на Западе пишут очень много, что Бен Салман из-за вас американцам хамит. Это неправда. Значит, Бен Салман – человек молодой, решительный, с характером. Это очевидный факт. Ему не надо хамить, и тогда в ответ не услышите жёстких оценок с его стороны. Вот и всё. Надо уважать и наследного принца, и саму Саудовскую Аравию. И они будут отвечать тем же. Тем же будут отвечать и тем, кто им хамит. Так, Мухаммед Джавет. Да, а что касается нас, это вот, извините, пожалуйста, это полная чушь, потому что вообще и наследные принцы, и всё саудовское руководство, они руководствуются своими собственными национальными интересами. И если речь идёт о том, сокращать или увеличивать добычу, я знаю наследного принца, уже хорошо лично, знаю, чем он руководствуется. Он руководствуется, конечно, национальными интересами и интересами сбалансирования энергетических рынков. В этом смысле его позиция, я сейчас говорю без всяких шуток, она является абсолютно взвешенной. Она направлена на баланс интересов как производителей, так и потребителей. Ведь на энергетических рынках важна даже не цена конечная, важно не это, это текущая экономическая или политическая конъюнктура. Для международных энергетических рынков важна предсказуемость, стабильность, вот что важно. Вот наследный принц как раз к этому стремится и в целом добивается того, чего он хочет. То есть ему на шею тоже не сядешь? Нет уж точно нет. Так, прошу. Спасибо большое, госр. Я распространяю очень много красоты и любит из Аслам Абтера, Пакистана. Я считаю, что лично, в Пакистан Хаус, Маумад Атлер-Жавет. where Jews were demonized and then later ignored the plight their everything relates to them were ignored by the Western Europe and United States and in the end a horrible Holocaust took place now there is a hate syndrome generated about Russians you mentioned about Dhanabasa how the people were being treated and I have witnessed myself in the United Kingdom in Scandinavian countries there is a rise of neo-Nazism and particularly myself personally working on the project on this to assess the patterns and what we are realizing that it is actually serious number one is not being reported like the previous instances in the pre-Second World War number two is being like I would say like wash it away washing away totally that means there is a need on the part of Russia to protect as you said the Russian language issue with the Russians outside Europe sorry outside Russia and also to try to implement a counter design against the new Nazis rise of new Nazis it is a very serious threat and the last component of this is in Ukraine is the recruitment of non-state actors from across different regions are being reported very credible reports in order to initiate a full non-state actors brigade against to fight the conventional army to weaken the resolve I think these needs to be addressed I really like you to give your analysis because this is very serious Europe is facing rise of new Nazis thank you you know it is I think that one of 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 those who якобы care about 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 the future of Ukraine so so of one 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 of сращивания даже националистического движения и неофашистского, неонацистского. Они ведь опираются на тех, кого нельзя не отнести к коллаборационистам и к нацистам, нельзя не отнести к тем, кто, как я уже говорил, по поручению гитлеровских властей, уничтожали польское, еврейское, русское население, оккупированных во время Второй мировой войны территориях. И невозможно разделить сегодняшних так называемых ура-патриотов и националистов с бандеровцами. Фактически одно и то же. Вот в этом, на мой взгляд, их такая большая проблема на самом деле. И поэтому, когда я говорю, в том числе нашим западным так называемым партнёрам, вы посмотрите, что делается на улицах Киева, других крупных городов, когда со свастикой тысячи людей ходят по улицам с факелами и так далее. Да, у нас тоже возможно проявление неонацизма. Во всех странах он живучий, такая зараза живучая, но мы с этим боремся, а там на государственном уровне поддерживают. И это, конечно, проблема. Её замалчивают, но она существует. И от этого никуда не деться, потому что это есть. Ну, а сами сегодняшние ура-патриоты в Украине, ими движет не это, не интересы даже, не идеи национализма. Всё очень примитивнее. Ими движут экономические интересы, желание сохранить в западных банках миллиарды долларов, которые они украли у украинского народа. Украли, спрятали в западных банках. И для того, чтобы обеспечить безопасность своих капиталов, делают всё, что им запады приказывают, обёртывая это в националистическую обёртку и преподнося своему собственному народу, как борьбу за интересы украинского народа. Вот что происходит в действительности. Не жалеют и борются с Россией до последнего украинца. Потери там местами, знаете, у нас, я говорю об этом с сожалением. И потери бывают один к десяти, один к восьми. В последнее время почти всегда один к семи, один к восьми. Людей не жалеют совсем. Но разве истинные патриоты своей страны могут это допустить? Они прямо по этому пути идут спокойно и даже без оглядки не думают об этом. Конечно, не свои национальные интересы защищают. Но это зараза национализма живучая, а то, что она завязана на неонацизм, стараются или предпочитают не замечать. И это, конечно, огромная проблема и для самого украинского сегодняшнего режима, и для тех, кто их поддерживает. Безусловно. Но мы не можем на это не обращать внимания. И всегда будем указывать на это, в том числе как на одну из первопричин сегодняшнего кризиса. Господин Ким. Господин Ким. Таиван и Украина, и национальному кризисное и кризисное развитие. И еще вопрос о кризисном кризисе. Россия очень богат, и страны в среднем. И так, что трансформирование углеродной нейтральности не противоречит российским интересам, потому что у нас существует возможности развития альтернативных видов энергии, в том числе водородной, в том числе чистого водорода. И здесь у нас есть серьёзные конкурентные преимущества, в том числе можно газ использовать. Здесь много возможностей. Это нас не пугает абсолютно, а наоборот создаёт для нас стимулы для развития. Но в качестве переходного энергоресурса, первичного газ является самым лучшим источником энергии. Можно, если говорить о глубокой переработке нефти, то и здесь мы в значительной степени имеем те преимущества, о которых я только что сказал. Нашим интересам это никак не противоречит. Нашим интересам противоречит только вакханалия в сфере энергетики, забегание вперёд в решении вопросов, связанных с энергобезопасностью, связанных с обеспечением зелёной энергетики. Ну как можно было в течение многих-многих лет недофинансировать, препятствовать инвестициям в традиционную энергетику, не подготовив для этого перехода всё, что связано с энергетикой зелёной? Ну как это можно было сделать? Вот это в значительной степени именно это лежит в основе сегодняшнего энергокризиса. Ведь западные политики просто болтают языком для того, чтобы привлечь на свою сторону избирателей, пугают сначала рядовых граждан возможными климатическими изменениями, потом на базе этого страха начинают обещать то, что выполнить невозможно, получают голоса избирателей, приходят к власти, а потом – бум! А что сейчас происходит? Возврат к угольной генерации? Возврат к топочному мазуту? Ну и что? Наболтали языком, а результат-то какой? И дело не в России. Мы и газ готовы поставлять, мы и нефть готовы поставлять. Чего отказываетесь? Вот у нас осталось после взрыва северных потоков. Одна труба работает, 27,5 миллиардов кубических метров мы можем прокачивать. Но они же не хотят. Мы-то здесь при чём? Не хотят – не надо. Значит, а что касается зелёной энергетики, повторяю, должно быть всё подготовлено своевременно. Вот системные меры, ограничивающие развитие традиционных видов энергии, привели как раз к этому серьёзному кризису. Ну, финансирования нет, банки не дают кредитов, не только европейским. И в Штатах что же самое происходит? Почему там ограничено? Почему банки не дают, не страхуют, землю не выделяют, транспорт не строят для нефти и газопередачи этих продуктов? И это продолжается годами. Существенное недофинансирование отрасли перевело к дефициту. Вот и всё. Вот, значит, из запасов Штаты выделяют там нефть и стратегически. Ну, хорошо. Но их же надо будет потом пополнять. Эксперты рынка-то это понимают. Но сегодня взяли, забрали из стратегических запасов. Ну, завтра же надо будет закупать. Мы слышим, будем закупать тогда, когда цены упадут. Но они не падают. И чего? Здрасте, приехали. Придётся покупать по высоким ценам. Опять цены пошли вверх. Но мы-то здесь при чём? Это системные ошибки в сфере энергетики тех, кто должен об этом думать и заниматься этим. Вот это первое. Второе по поводу Северной Кореи и того, что касается Тайваня. Тайвань, без всяких сомнений, неотъемлемая часть Китайской Народной Республики. Мы всегда придерживались этой позиции. И она у нас не меняется. И вот все телодвижения провокационного характера, связанные с посещением Тайваня высшими должностными лицами Соединённых Штатов, воспринимаются у нас в России не иначе, как провокации. Зачем они это делают? Я, честно говоря, не знаю. Вот, вы знаете, мы со многими здесь знакомы многие-многие годы, правда? И говорим как бы на одном языке. Но давайте уж совсем, может, так, по-семейному. Ну вот происходит то, что происходит, эта трагедия на Украине. То есть весь Запад на нас там обрушился, пытает развалить нашу экономику, оружие, там миллиардами боеприпасов поставляют на Украину. Борются с Россией. Но зачем надо в это же время портить отношения с Китаем? Ну, они нормальные люди или нет? Ну, кажется, это полностью противоречит здравому смыслу и логике. Зачем надо было тащиться этой бабушке в Тайвань так, чтобы провоцировать Китай на ответные какие-то действия? В то время, когда они с Россией не могут урегулировать никак отношения из-за того, что происходит на Украине. Ну, бред какой-то просто. Но и кажется, что в этом есть какая-то тонкая, глубокая задумка. Я думаю, что нет там ни шиша никакой тонкой задумки. Просто бред и всё. И самоуверенность. Вы понимаете, в чём дело? Самоуверенность и чувство безнаказанности. Вот что лежит в основе подобных иррациональных действий. Теперь, что касается… Наша позиция понятна, я её изложил. Теперь, что касается проблемы, ядерной проблемы Корейской народно-демократической республики. На мой взгляд, эта проблема тоже, ведь, знаете, в чём лежит? В нежелании разговаривать. В абсолютно таком хамском отношении к интересам Северной Кореи. В том числе в сфере безопасности. Ведь практически обо всём договорились был момент. И северокорейские лидеры согласились, по сути, с предложениями Соединённых Штатов, как урегулировать эту проблему, в том числе касающуюся ядерной составляющей. Нет, в последний момент американская сторона изменила свою позицию и заставила, по сути, северокорейское руководство отказаться от достигнутой договорённости. Но Штаты же это сделали, ввели там санкции дополнительные, начали что-то ограничивать в сфере финансов, банковской деятельности, хотя была договорённость этого не делать. Зачем? Это же не очень понятно. У нас, кстати, с Китайской народной республики есть совместные предложения по поводу того, как нужно двигаться на пути разрешения этой проблемы. Эти предложения сформулированы в двух наших документах, это всем хорошо известно, и мы будем придерживаться согласованной позиции. Кстати говоря, что касается вопросов гуманитарного характера и подобных вопросов, здесь тоже нужно понимать, в каком состоянии находится экономика Северной Кореи, каковы потребности рядовых граждан, и не закручивать гайки, а исходя из гуманитарных соображений решать определённые вопросы. Нам также известно, что у нас очень добрые отношения с Республикой Кореи, и мы всегда имели возможность иметь диалог и с Республикой Кореи, и с Корейской народно-демократической республикой. Но сейчас нам известно, что Республика Корея приняла решение поставлять оружие и боеприпасы на Украину. Это будет разрушать наши отношения. А как бы Республика Корея отнеслась к тому, что мы начали, возобновили его сотрудничество с Северной Кореей по этому направлению? Вас бы это порадовало? Я прошу обратить на это внимание. Владимир Владимирович, раз уж Вы сами сказали, что мы тут по-семейному... Да, значит, через Польшу. Через Польшу. По-семейному. Приоткройте завесу тогда нашему семейному кружку. Много спекуляций было. Вот Вы, когда в начале февраля были в Китае и встречались с председателем СИИ, Вы его предупреждали о планах специальной? Нет. А он потом не высказывал Вам обиду, что не поделились по-дружески? Вы знаете, китайский лидер не такой человек, который высказывает обиду в отношении чего-либо. Это самодостаточный лидер мирового масштаба. А потом у нас нет такой необходимости в этом. Мы принимаем суверенные решения, и Россия, и Китайская Народная Республика. Поэтому Китай прекрасно видит, что значит для России стремление Запада продвинуть инфраструктуру блока НАТО к нашим границам, объективно оценивает эти ситуации. Также, как и видит то, что происходило на Донбассе в последние 8 лет, прекрасно в состоянии оценить последствия и причины государственного переворота на Украине в 2014 году. Конечно, Китайская Народная Республика, руководство Китая выступает за прагматичные сбалансированные решения кризиса, который имеет место быть на Украине, мирным путём. И мы с уважением относимся к этой позиции. Так, ну тогда Нельсон Вонг, наверное, раз уж мы... Нельсон вот сидит. Нельсон Вонг, я из Шанхай, Чина. Это настоящий honor, М. Президент. 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 Мы, в принципе, можем не верить в пересадание, который был первым день в этой обочке, на первой день, в этом вопросе. Поэтому, сейчас, как только пересадание, она потеряна их контроль. И мы переходим к новой эпохе. Это не только начало, но уже в процессе. В новой эпохе, я думаю, что мы также должны быть правильными. Итак, если мы никогда не имеем правильные правила, какие, в вашем мнении, господин, самые важные? Конечно, пока не есть, но для аргументства, что вы думаете, что это самое важное, когда в отношении к новой эпохе правилов? Спасибо. Почему же таких правил нет? Они есть, они заложены в Устав Организации Объединённых Наций. И эти правила называются международные права. Нужно просто, чтобы все соблюдали и одинаково понимали эти правила. Отказываться от этих правил, либо кардинальным образом их модернизировать можно только тогда, когда подготовлена база для развития отношений на каких-то других принципах. Устав Организации Объединённых Наций зафиксировал сложившееся соотношение сил после Второй мировой войны. И, конечно, мир капитальным образом меняется, изменился. Растут такие гиганты, как Китай, как Индия, как Индонезия с большим количеством населения. В Африке такие страны огромные, значит, возникают, развиваются по 200 миллионов населения человек. В Латинской Америке мир меняется. И, конечно, нормы международного права должны следовать за этими изменениями и регулировать отношения между государствами в соответствии с тем балансом сил, который складывается в реальной жизни в мире. Но делать это надо спокойно, не спеша, по понятным принципам, а не кем-то выдуманным правилам. Я же вот говорил в выступлении. Да и кто читал-то этих правил? Говорят о каких-то правилах. Каких правилах? Где они написаны? Кто согласовал? Ну, чушь какая-то просто. Для идиотов, что ли, это всё говорится? Понимаете, на какую-то широкую публику людей, которые даже и читать-то как следует не умеют. Какие правила-то? Кто с ними работал? Ну, бредятельно просто, и всё. Нет, это долдонят, как у нас в народе говорят, бесконечно, и всё. А тем, кто не соблюдает, против них будут вводить какие-то ограничения и санкции. С Китаем ведут торговую войну и так далее в связи с этим. Указывают на то, что Китай должен делать в отдельных своих провинциях, регулировать, как там должны отношения, соблюдение прав человека. Это инструменты в борьбе с Китайской народной республикой. Причём не инструменты недобросовестной конкуренции. Вот это что такое. Боятся растущей мощи Китая. И вот из-за этого всё происходит. Вот выискивают там и права человека, и отдельные регионы Китая ставятся под раздачу этих решений текущих вопросов экономического и политического характера. Только в этом, смысл только в этом борьба с Китаем как с растущим конкурентом. И придумаются всякие инструменты. Что может лежать в основе? Соблюдение интересов, открытость и общее правило, единообразно понимаемые и применяемые всеми участниками международного общения. Нужно вот этого баланса интересов достичь, восстановить его, этот баланс интересов, исследовать этим нормам. Но делать это, мне кажется, нужно публично, а не закулисно, не в интересах одной страны, либо группы стран, а в интересах всего международного сообщества. Владимир Владимирович, не уходя от Китая, и немножко к предыдущему вопросу по поводу энергетики, зелёной и прочей. Но понятно, что европейский рынок энергетический, видимо, в ближайшие годы закроется для нас совсем. Ну, есть такая вероятность. Мы готовы быстро, быстро построить инфраструктуру для азиатских рынков. Ну, вы знаете, мы же это делали не исходя из сегодняшней конъюнктуры. Мы делали это давно. Ну, сила Сибири же построена не в связи с событиями на Украине. Она строилась потому, что мы отдавали себе отчёт в том, что потребности наших друзей в Китае в энергетике растут, а у нас есть возможности эти потребности удовлетворить. Мы ведём переговоры и с Индией о различных способах доставки наших энергоресурсов на индийский рынок, с другими странами. Мы будем продолжать сжижение природного газа. Наше участие на мировых рынках СПГ пока скромными являются, но растут постоянно. Мы будем это делать дальше. Мы будем развивать это направление. Повторю, даже не в связи с ограничениями сегодняшнего дня, а потому что таковы тенденции развития мировой экономики. Ну, китайская экономика по паритету покупательной способности стала больше американской. Ну, это же факт, и потребности растут. Ну, почему же нам, тем более наши друзья, соседи, у нас замечательные отношения, общая граница, чего же нам туда не поставлять? Так же, как и другие азиатские страны. И мы делали это и будем это делать. То есть сейчас фактически мы уже договорились о новой системе через Монголию, и Монголия заинтересована, и Китай. Значит, мы будем пускать наших друзей и партнёров в добычные наши ресурсы. Почему нет-то? Так как мы это делали с европейцами, с американцами, но они предпочитают уходить там с нашего рынка, ну, флагом в руки, пускай двигаются куда хотят, в любую сторону. Но это для них хорошо или нет? Я думаю, что на самом деле плохо, но это уходит с потерями причём. Кто хочет, пускай заходит. Но мы открыты для сотрудничества, и этот процесс будет продолжаться. Готовы мы к этому или нет? Да мы давно к этому готовимся, уже много лет, и будем продолжать этот процесс дальше. Я здесь не вижу вообще никаких непреодолимых препятствий, никаких вопросов, которые мы не смогли бы решить. Всё будет решено. Так, коллеги. Так, вот там сзади я не вижу кто, две руки. Вот, вот, да, самая высокая рука. А, понятно. Алексей Дермонт, Минск, Беларусь. Прежде чем задам свой вопрос, Владимир Владимирович, хотел бы передать слова поддержки от многих-многих белорусов. Я встречаюсь с ними часто на дискуссионных площадках, где мы обсуждаем, в том числе, Украину, события. Поэтому лично вам и России, которая ведёт борьбу с нацизмом на Украине, горячая самая поддержка граждан моей страны. Но вопрос я хотел бы задать следующий. Вот в связи с тем, что Запад, по сути, строит самые настоящие стены, устраивает блокаду, санкционное давление на Республику Беларусь и на Россию. В связи с этим очень большое значение сейчас приобретает коридор Север-Юг в логистическом, финансовом значении. И, конечно, важно его сейчас наполнять конкретными проектами, которые включают и Россию, и Беларусь. Но не кажется ли вам, что вот с ростом развития Азии, Востока в целом, нам нужно не только развивать инфраструктуру материальную, но и обратить внимание на культурно-гуманитарный аспект, чтобы у нас со странами Востока совпадали идеи, ценности и определённые взгляды на мир? Спасибо. Вы правы. Но мы так и делаем. И даже не потому, что кто-то строит стену со стороны Запада. Мы так всегда делаем. Ведь, смотрите, основная часть населения России расположена в европейской части, но территория-то в значительной степени за Уральскими горами находится. Поэтому Россия, евразийская сторона, мы всегда это помним, никогда об этом не забывали. Мы традиционно развиваем отношения с азиатскими странами. Ну а тем более сейчас, когда там наблюдается такой взрывной рост. Ну, не прямо сейчас, на протяжении нескольких лет уже. Мы же это всё видим. Поэтому мы в значительной степени переориентировали уже наше сотрудничество с азиатскими странами. Ну, конечно, разве можно развивать экономические связи, не обращая внимания на гуманитарную составляющую? Но в известной степени Китай и Индия являются колыбелью мировых цивилизаций. Мы всегда относились и относимся к этому с огромным уважением и вниманием, и интересом. Интерес российской общественности к этим цивилизациям всегда был очень высоким. Кстати говоря, и школы по изучению Индии, Китая, культура того и другого государства, народов этих государств, а это тоже многонациональные государства, у нас очень высокий уровень науки по этим направлениям. Это всегда было традиционно для России, и мы будем это поддерживать в будущем. Так, дорогие коллеги, пошёл четвёртый час нашей работы. Я думаю, что мы и так уже злоупотребили временем президента Российской Федерации. Один вопрос. Есть ещё какой-нибудь шкучий у кого-нибудь? Нету. Есть. Пожалуйста, прошу вас. Ну, сейчас поднимайте, пожалуйста, руку. Да, прошу вас. Спасибо. Спасибо, Че. Пиланим Тембу, from South Africa, the Institute for Global Dialogue. Mr. President, you said that the West is not capable of unilaterally governing the whole of humanity, and that we need to build a symphony of human civilisation. I'm interested in just an expansion of your thoughts on if we are to build a multipolar world order on the importance of regional cooperation as a means of reinforcing and building the blocks of multipolarity. And then just a few words in terms of Russia's engagement with Africa, particularly related to the Russia-Africa summit. Thank you. У нас очень добрые, традиционные, хорошие отношения с Африкой в целом, в том числе и с Южноафриканской республикой. Ещё со времён, как вы знаете, борьбы Африки за свою независимость, со времён борьбы с колониализмом. Вот эти абсолютно уникальные отношения сложились за те годы, когда Советский Союз, Россия поддерживала африканские государства в их борьбе за свою свободу. И вот этот фундамент наших отношений, сложившихся в прежние десятилетия, он, конечно, должен быть использован в новых условиях для развития многосторонних отношений с африканскими государствами и сегодня, в том числе и с Южноафриканской республикой, которая является, как известно, очень активным и действенным нашим партнёром и в рамках БРИКС. Мы дорожим этим, мы знаем возможности Южноафриканской республики, мы знаем возможности и уверены в будущем африканского континента. И, безусловно, будем развивать наши отношения с африканскими странами, причём с теми, с которыми у нас традиционные отношения сложились на протяжении прежних десятилетий, и с теми, с которыми они только складываются сейчас. Но что касается сути вашего вопроса и первой его части, я, в принципе, мне кажется, ответил, вряд ли смогу прямо в коротком ответе детализировать свою позицию, но нужно найти баланс интересов. Это невозможно сделать в условиях гегемонии или попытке сохранить гегемонию одной страны, либо группы стран в отношении всего остального человечества. И этим гегемонам придётся считаться с этими законными требованиями подавляющего большинства участников международного общения. И не на словах, а на деле. Ведь что происходит? На словах все за равенство, за попытку, за поддержку африканских стран, скажем, и так далее. На словах всё звучит красиво. А на практике что происходит? Ведь какие инструменты используются сегодня? Скажем, инструмент того же доллара, либо других валют, скажем, евро. Вот что происходит в практической жизни? Значит, 5,9 триллиона долларов напечатали за последние два года, и 2,9 триллиона евро напечатали. Куда делись эти деньги? Они пошли на скупку товаров на мировых рынках. И Соединённые Штаты из импортера продовольствия стали покупать с мировых рынков продовольствия больше, чем продавать на мировые рынки. Начали скупать продовольствие. За счёт того, что печатность налога у них. Вот к чему ведёт финансовая монополия. Сразу возник дефицит. Мало того, что был неурожай в предыдущем году, возникла и пандемия, сокращение производства. Денег напечатали в борьбе с пандемией, выбросили своему населению. Началась скупка продовольствия. Цены пошли вверх. А страдает кто? Прежде всего, страны Африки, ну и отчасти Латинской Америки, Азии. Кто-то об этом думает, но, конечно, думают те, кто это делает. Плевать они хотели на эти последствия. Они решают свои интересы, не думая о тех последствиях, которые наступают для тех же африканских стран. А то же самое происходит по другой части продовольственного рынка, связанного с удобрениями. Ну, послушайте. Ну, как это можно? Я уже говорил об этом, скажу ещё раз. Ну, как можно было принять решение о том, чтобы снять ограничения и запреты на российские удобрения в Европе, а потом выпустить разъяснение, что эти ограничения сняты только для стран Евросоюза? Ну, они что, совсем с ума сошли, что ли? Ну, они же письменно выпустили это разъяснение. Ну, как это можно себе представить? Ну, они же делают это без стеснения, без всего. Это что, соблюдение баланса интересов, что ли? Вот мы уже много раз сказали, у нас 300 тысяч тонн удобрений арестовано в европейских портах лежит. Наша компания бесплатно готова отдать, но не отдаёт. В том числе и африканские страны. Меня некоторые лидеры африканских стран спросили, а где конкретно может? Я думаю, что я там попросил помощников, чтобы они разослали, где и сколько находят. 300 тысяч тонн, это миллионы долларов-то. Ну, отдайте беднейшим странам. Они нуждаются в этом. Нет, не отпускают. Это что, соблюдение баланса интересов? Ну, хотите бороться с Россией, флаг вам в руки, боритесь. Не хотите, чтобы мы получали дополнительный доход? Ну, мы же бесплатно отдаём. Дохода нет никакого. Отдайте развивающимся странам. Ваши действия способствуют только тому, что цены растут. Зачем вы это делаете? Ну, значит, заинтересованы в этом в чём-то. Зачем? Это что, баланс интересов? Как добиться того, чтобы отношения были стабильными? Надо сбиваться от этого баланса. Надо действовать в рамках тех норм, которые мы называем нормами международного права. Надо их согласовывать и придерживаться. В том числе в финансовой сфере, создавать независимые системы международных расчётов, о которых я говорил. Ну, вот я конкретный пример привёл, к чему ведёт бесконечная эмиссия, неограниченная эмиссия основных валют. Она же имеет практические последствия, в том числе и прежде всего для развивающихся стран. Ещё раз хочу к этому вернуться. Для того, чтобы мир был стабильным, нужно добиваться вот этого баланса интересов. Пожалуйста, вот здесь вот руку поднимали. Пожалуйста, пожалуйста. Так. Ну, дайте, пожалуйста, микрофон. Наталья, кто там поднимал? Ну, пожалуйста, пожалуйста. Да, Наталья Цайзер. Мистер Президент, два маленьких вопроса. На Наталью не похоже, конечно. Во-первых, что касается интеграции, это вопрос очень тонкий. И здесь тоже мы должны добиваться именно того, о чём я говорил, примитивно ко всему миру. Нужно добиваться баланса интересов. И делать это нужно профессионально, без всякой спешки и последовательно. У нас есть определённые планы в рамках Евразийского экономического союза. Это касается снятия ограничений по важнейшим товарным группам для полного обеспечения свободного движения товаров, финансов, капиталов и рабочей силы. И забегать вперёд не считаю целесообразным, так как это было, скажем, в Евросоюзе, когда некоторые страны с определённым уровнем экономического развития попали в зону евро, а потом не знали, что с этим делать, потому что возникают проблемы, когда инструмент инфляции становится недоступным для регулирования ситуации внутри экономики. Я имею в виду, допустим, ситуацию с Грецией известную, да и с некоторыми другими странами. Поэтому мы вперёд забегать не должны, но должны последовательно идти к реализации тех планов, которые намечены. Мы знаем, что мы должны в этом направлении делать и будем это делать обязательно, учитывая интересы всех участников этого процесса. Что касается нашего послания рядовым гражданам западных стран и Соединённых Штатов и Европы, хочу сказать самое главное. Второе. Боритесь за повышение заработной платы. Это первое. Второе. Не верьте тому, что Россия является вашим врагом или даже противником. Россия – ваш друг. И мы на протяжении десятилетий всё делали и готовы делать в будущем для того, чтобы укреплять наши отношения. Я в этой связи… Вот сейчас у меня в голову пришёл анекдот, который недавно рассказывал своим коллегам. Мне один приятель из Германии его рассказал недавно. Семья. Папа спрашивает у… Сын спрашивает у папы. Папа, почему так холодно? А он говорит, потому что Россия напала на Украину. Ребёнок спрашивает, а мы здесь при чём? А мы ввели санкции против русских. Зачем? Чтобы им было плохо. А мы что, русские? Я хочу сказать, что все проблемы, и это обращаясь к гражданам, в данном случае европейских стран, да и соединённых что-то, все проблемы, которые в этой связи возникают, не связаны с действиями России, они связаны с системными ошибками вашего политического руководства, политического руководства ваших стран и в сфере энергетики, и в сфере продовольствия, и в сфере монетарной политики, которая привела к небывалому росту инфляции и к дефициту энергоресурсов. Россия здесь ни при чём. Это результат системных ошибок руководства ваших стран. И нужно провести здравый анализ того, что происходит, и добиваться изменения экономической политики. Что касается политики на международной политике, то, конечно, это всегда решение суверенных государств, но оно должно быть, безусловно, основано на мнении избирателей, рядовых граждан той или иной стороны. Но рядовые граждане должны знать, я закончу тем, с чего начал, Россия не враг и никогда не имела никаких злобных намерений в отношении европейских государств и Соединённых Штатов. И мы знаем, что у нас, в России, там очень много друзей. Будем строить свои отношения с так называемым коллективным задом, а с Западом, опираясь именно на эту часть населения европейских стран и Соединённых Штатов. Владимир Владимирович, а призыв бороться за повышение заработной платы гражданам России тоже относится? Да. Прекрасно. Все услышали. Да. Значит, и должен вам сказать, что это один из принципиальных вопросов, которым должно заниматься правительство. Значит, и профсоюзы это делают, делают несмотря ни на что, делают несмотря ни на какие спецоперации. Идёт сложный диалог в трёхсторонней комиссии между представителями, работодателей, профсоюзами и правительством. Этот диалог продолжается. Мы видим, что номинальные доходы граждан растут, а реальные чуть-чуть всё-таки стали пониже. Имея в виду состояние российской экономики, мы можем решать эти проблемы и должны это делать. В соответствии с имеющимися планами у российского правительства, надеюсь, что все задачи, которые мы в этом смысле и в этом ключе перед собой ставим, будут решены. Так, друзья, я предлагаю... Владимир Владимирович, вы тут не командуете, тут я командую. Это как гегемонизм называется. Ну, что делать, ещё не преодолели. Коллеги, я предлагаю блиц в конце, значит, чтобы... Наталья обиженная, и ещё там два вопроса, и на этом уже будем завершать. Хорошо. Наталья. Владимир Владимирович, добрый вечер. Наталья Цайзер, Союз Африканская деловая инициатива. Я почти 15 лет занимаюсь развитием международных отношений и расширением контактов в сфере общественной дипломатии. И как человек, который строит мосты, мне важно всегда проецировать какие-то действия в будущем. Очевидно, что мы стоим перед некоим новым историческим этапом, и когда глава текущих событий будет закончена, появится необходимость формирования новых или иных институтов международного партнёрства. Причём речь идёт, наверное, не о определившихся странах, а в том числе о странах, которые в силу своего геополитического положения не могут открыто высказать свои намерения и позицию. Владимир Владимирович, каким Вы видите новый институт международного партнёрства? Какой базис паритетов Россия готова предложить международному уровню? И какие механизмы, инструменты и лица необходимы для обретения новых союзников, партнёров, друзей не на декларативном, а на принципиально ответственном в своих договорённостях уровне? Считаете ли Вы, что, может быть, нам есть смысл менять какие-то или выстраивать иные подходы в рамках международного партнёрства в будущем? Вы знаете, у Вас такой широкий вопрос, если его назвать вопросом, это как бы позиция. Я что хотел бы сказать? Мне кажется, что я в целом уже ответил практически на то, что Вы сейчас спросили. Мы должны и можем делать упор на сотрудничество прежде всего с теми странами, которые являются суверенными в принятии своих фундаментальных решений. Это первое. Второе – нужно добиваться консенсуса при принятии их решений. И в-третьих – добиваться баланса интересов. В рамках каких институтов? Это, прежде всего, конечно, универсальные международные организации. И номер один здесь – Организация Объённых Наций. Так, Алан Фриман, пожалуйста, вот здесь, вот впереди. Продолжение следует. Продолжение следует. Продолжение следует. Продолжение следует. Европе, в Канаде, в Украине. Вы не видите это. Что мы можем сделать, чтобы создать отношения между тем, кто в коллективном Вест, которые борются за то, что их правят, которые пытаются делать, и поддержку, которая существует в глобальном Союзе и в России, для рождественных действий и позиции в мире политиках? Мне кажется, что никто не должен ничем жертвовать из набора своих национальных интересов. Нужно просто бороться за свои национальные интересы. И мы будем работать с вами в унисон. Мы, конечно, не погружены в детали внутриполитической борьбы в странах коллективного Запада, о чём вы сказали. Мы не занимаемся такой работой с, вы знаете, наверное, лучше, чем я, с какой-то практически почти на уровне спецслужб, работой с оппозицией. У нас могут быть, как делают Запад в отношении нас и в отношении нашей оппозиции. Мы же знаем, что сотни миллионов, если не миллиарды долларов тратятся на поддержку оппозиции, причём по всем направлениям, разными каналами, уже что только не придумывают для того, чтобы как-то финансовые ресурсы направлять в Россию для этих целей. Не успеваем даже следить за этим. Но мы этого ничего не делаем. Но мы рассчитываем на то, и я вот об этом много раз сегодня говорил, по-моему, даже в своём выступлении, что сама наша позиция по фундаментальным вопросам развития международных отношений и просто развития общества является привлекательной для большого количества людей не только в мире в целом, но и в западных странах. Я вот только что ведь об этом сказал. Мы знаем, что у нас там очень много сторонников, и опираясь именно на этих сторонников, будем строить отношения со странами так называемого коллективного Запада. Со своей стороны могу только пожелать вам успехов в борьбе за ваши национальные интересы. Этого будет достаточно для того, чтобы сложились добрые отношения с Россией. Так, ну что ж, я думаю, всё-таки давайте последнее слово будет за мной, и я попрошу поднять руку любого из присутствующих, и я отвечу на ваш вопрос. Пожалуйста. Габар Штир тогда вот, пожалуйста. Добрый день, господин президент. В начале разговора вы говорили о том, что в связи с ВОО, какие цели были, как вы оценивали ситуацию. И мой вопрос следующий, то, что 24 февраля вы думали о том, что через 8 месяцев ещё СВО продолжается. И не только продолжается, но и обостряется ситуация, и кроме этого, ну, в мире, это многие уже опасаются начала Третьей мировой войны. И сюда один вопрос, что у меня один из любимых городов в постсоветском пространстве, это Одесса. Как вы думаете, дайте мне совет, если я хотел бы туда поехать следующим летом или через два года... Не тяните, поезжайте как можно быстрее. Шутка. Шучу. Через два года тогда я должен спросить, российскую или украинскую везу? Вы знаете, Одесса действительно один из красивейших городов мира. Как известно, Одесса была основана Екатерины Второй. Но даже крайние националисты, по-моему, не решаются снести памятник основательнице города. Одесса может быть и яблоком раздора, и символом разрешения конфликтов, и символом нахождения какого-то решения всего, что сейчас происходит. Вопрос не в нас. Мы же много раз сказали, что мы готовы к переговорам. И я недавно выступаю в Кремле публично, ещё раз об этом упомянул. Но руководители киевского режима приняли решение не продолжать переговоры с Российской Федерацией. Вот те, кто о таких немало, правда, решающее слово за теми, кто реализует эту политику в Вашингтоне, очень просто решить эту проблему, дать соответствующий сигнал в Киев, что они должны поменять свою позицию и стремиться к тому, чтобы решать эти проблемы мирным путём. Вот и всё. А что касается вашей возможной поездки в Одессу, то, если без всяких шуток и шуточек, то я вам рекомендую это сделать. Это очень действительно хороший, красивый город с замечательными традициями, историей. и это стоит того, чтобы на него полюбоваться. Правда, в последние годы, во всем случае, тогда, когда я был в Одессе, она произвела на меня не самое лучшее впечатление, потому что явно коммунальное хозяйство было в упадке, это было видно даже по фасадам здания, хотя в центре вроде ничего пока ещё сохранялось. Чуть в сторону, там уже всё выглядело не так презентабельно, но Одесса стоит того, чтобы на неё посмотреть. Ну, давайте завершающий к мне. Ну, пожалуйста. Ну, вот тогда Карлос Рон всё-таки Венесуэла, как без неё. Венесуэла? Да. Ну, хотелось бы чтобы российский закончили. Российский? Да. М. М. Прессендент, приветствую из Венесуэла, из президента Николаса Мадуру, вашего друга. You know, right now, about 30% of countries around the world are under some kind of illegal sanctions from the United States. You mentioned defending the principles enshriding the United Nations Charter. Last month, the group of friends in defense of the Charter met in New York, and one of the issues they addressed was contributing to create a zone free of illegal sanctions where business can take place and we can be free of those impositions. What do you think Russia can do to help create this space and how do you envision that this could happen? And if you have a message also for the people of Venezuela? Thank you. Russia, противodействуя тем санкциям, которые были введены в отношении нее, она и создает, собственно говоря, известное смысле пространство свободы для того, чтобы можно было не бояться санкционного давления и свободно развивать экономические связи между самыми разными регионами мира и самыми разными странами. Здесь не нужно каких-то специальных решений, просто вот сам пример того, что происходит, мне кажется, он является показательным. Вот сейчас коллега там спрашивал, какие мы сигналы готовы послать гражданам европейских, вообще западных стран, я об этом сказал, но сказал также об ошибках, которые были допущены политическим руководством западных стран в сфере глобальной экономики, в финансовой сфере, в энергетической, продовольственной. Но вот одно из подтверждений. Против Венесуэлы ввели санкции, она же один из самых крупных производителей нефти была до недавнего времени. Против Ирана ввели санкции, против России ввели санкции, значит, сейчас угрожают санкциями Саудовской Аравии, хотят ввести ограничения по ценам на российскую нефть и газ, но на каждом шагу совершают ошибку, которая ведёт к тяжелейшим последствиям для самих стран, которые вводят эти санкции. Это просто один из примеров, а потом ищут виноватых, но сами всё своими руками делают, а потом ищут виноватых. Тем не менее Венюссуэла развивается, есть большие проблемы, мы знаем об этом, но Венюссуэла их преодолевает. Вот в отношении России ввели эти санкции, ожидали полного обвала российской экономики, здесь уже в начале нашей встречи сегодня мы об этом говорили, но этого блицкрига не состоялось против российской экономики. Что происходит? Вот смотрите, значит, инфляция у нас по году будет 12%, ну, примерно, и она имеет тенденцию к понижению. В первом квартале следующего года, по оценкам наших экспертов, она где-то будет в районе 5%. В странах Евросоюза с развитой экономикой 17%, вот в Нидерландах, в некоторых 21-23%, в два раза больше, чем у нас. Безработица 3,8%, она меньше стала безработица, чем в допандемийный период была 4,7%. Значит, дефицит бюджета у нас в следующем году 2%, потом 1,4%, а еще через год 0,7%, то практически во всех странах еврозоны он выше. Государственный долг принципиально ниже, чем в еврозоне, либо в Штатах, либо в Британии. Значит, спад экономики у нас будет в этом году. Примерно 2,9-2,8% будет. Но промышленное производство, обработка примерно на прежнем уровне остается. стройка, строительный сектор вырос более чем 5%, 5,1% за 8 месяцев текущего года. Значит, сельское хозяйство выросло в 2 раза и тенденция нарастает. Значит, у нас увеличивается объем кредитования и корпоративного сектора, и сектора потребления. Пошел рост кредитования. Да, мы видели некоторые вопросы, связанные с оттоком денежной массы из банков, связанные с известными событиями. Деньги начали возвращаться назад. И правильно граждане делают, потому что чем держать под подушкой терять деньги на инфляции, лучше иметь хоть какой-то процент банки. Это совершенно очевидно. Устойчивость банковской системы у нас надежна. Высокая устойчивость банковской системы. Повторяю, кредитование растет. Но вот вы меня спросили, а что Россия может сделать для того, чтобы создавать условия для того, чтобы жить вне зависимости от этих санкций и устойчиво развиваться. Мне кажется, пример неплохой. И нужно объединять усилия всех, кто в этом заинтересован, добиваться вот этого согласия и баланса интересов, о котором я уже много рассказывал. И тогда без всяких сомнений успех будет обеспечен. Давайте здесь закончим. Ну, наконец-то. Владимир Владимирович, мы, как я начал с того, что мы с большим нетерпением вас ждали, мне кажется, что мы уйдем крайне удовлетворенные и будем размышлять долго. Вот мне, сидя здесь, трудно, конечно, впечатления могут быть разные, но мне кажется, это одна из наиболее удачных наших дискуссий с точки зрения и покрытия тем, и общей атмосферы. Спасибо вам огромное, и мы очень рассчитываем, уже начинаем с нетерпением ждать вас через год. Я хочу выразить слова благодарности нашему модератору, ведущему, ну и, конечно, вас всех поблагодарить за интерес, с которым вы относитесь к отношениям с Россией, я имею в виду, прежде всего, конечно, наших иностранных гостей, ну а всем экспертам Валдайского клуба хочу сказать слова благодарности за то, что вы работаете на этой площадке и, безусловно, выносите очень заметный существенный вклад в те мозговые штурмы, которые так нужны, в том числе и для принятия решений на практическом уровне. Благодарю вас. Всего хорошего. Спасибо. Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok